по моему кринж уже заказан друзья это вот это вот мы будем смотреть первое что очень важно что мы не поймем в философию того или философа пока мы не найдем их место в философском процессе вот это составляет пожалуй самую большую сложность когда мы 21 веке на русском языке открываем текст какого-то философа который жил в другое время в другой культуре то почти наверняка и значение 95 процентов слов которому но вряд ли 95 на окей окей ладно во первых и конструкции которые что-то доказывают окажутся для нас непонятными да потому что выбрать философ писали много по-разному значение разных языках в разных исторических и в эпохах одних и так же абсолютно согласен кстати по многу раз менялись либо переводе возникает еще вдруг наложение соответственно читать первоисточники философии по сути дела почти как ни странно бесполезно на первом этапе вот когда вы специализируетесь в каком-то каком-то автор каком-то времени по какой-то школе тогда действительно это очень полезно но прежде чем приходить к тексту проблем в том что все тексты которые мы читаем классические они уже переведены переведены на наш современный русский язык автора необходимо проделать предварительное знакомство о структуре философского процесса и структуре истории философии то есть философия понимается через по крайней мере хотя бы очень приблизительное помещение довольно у философа то или иной теории на шкалу всего философского процесса поэтому естественно мы и будем рассматривать философского процесса как такового не существует это не какая-то единая сущность с тринадцати минуты после начала хттп с 2 это числа слэш и ауту точка бис лишь фипа взей ноля чё это история но ща подождите друзья и может быть важнее прочитать какие-нибудь тексты из энциклопедии по этим авторам для того чтобы с ним ориентироваться нежели читать их первоисточник практически нереально понять согласен но первоисточники никто не сможет читать потому что язык другой был именно но скорее всего французский этот французский который был тогда еще что-либо откровенно могу сказать в русском переводе юма просто пою мы читают спецкурсы в русском переводе читать можно потому что там уже все переначено на современные смыслы далеко не все но многое скажем двух словах и забудем соответственно самое главное это найти общую парадигму того философскому в которых в котором проходит алина эпоха и определить в этой парадигме предварительные места а вот уже дальше можно углубленно постигать каждого из них если кто-то заинтересуется философии уже более профессионально итак мы говорим о философии нового времени который мы должны отделять заведомо от других типов философии для того чтобы говорить об этом хотя бы немножко надо сказать кстати я не знаю гелиевич гелий может быть такой вместе философии нового времени в целом контексте философии нового времени располагается нас располагается между средневековой философии, досредневековой античной философии и, соответственно, какая контемпоральная философия или философия постмодерна. Аналитическую философию нельзя внести в философию постмодерна. Камера плохо показывает Философию аналитическую действительно нельзя свести к постмодерну Тем более многих мыслителей 20 века После нового времени и современности Нельзя свести к постмодерну Я не знаю, зачем он это здесь пишет Ну и он возрождение пропустил, конечно, здесь Не знаю, почему Соответственно, основание Сейчас мы будем говорить о философии нового времени Первого этапа философии нового времени То есть как она созревала А вот созревала Исуп Шан, смешная шутка, читайте Она, по сути дела, в диалоге с предшествующей философией Здесь с этим тейком я во многом согласен То есть философия нового времени не появилась из ниоткуда Она обусловлена исторически И в основном она обусловлена средними веками Один из самых больших культурных переворотов Вообще за всю историю европейской мысли Произошел вот перед средними веками Когда христианство, в общем-то, победило И удалило из интеллектуальной жизни Большую часть философской школы античности То есть вот здесь В эпоху возрождения В эпоху нового времени Не произошло какой-то великой революции гигантской То есть все это последовательно Перетекало одно в другое Накапливались те или иные методы В эпоху возрождения Внезапно были открыты какие-то греческие тексты И все вот это постепенно, медленно Переродилось во философию нового времени Которая также постепенно развивалась А вот здесь, вот здесь, вот здесь Вот где-то, вот на пересечении античности Средних веков Произошла реальная революция Христиане всех поимели, как бы Ну вот С этой философией Заведомо строилось На основании осмысления границы Которая проходит между новым временем Ну границы даже не было, я считаю Предшествующим новым временем Мы привыкли измерять историю как таковую Историю философии Из нашего Нашего момента Об этом мы говорили Соответственно, часто все, что предшествует Даже условную границу мы здесь поставить Можем только вот условно Вот совсем Вот она здесь есть А между средневековыми античностью Есть вполне четкие границы Ну то есть здесь все понятнее Нового времени называется премодерн Отталкивается от этого модерна Как того, где мы живем Модерн, современный Премодерн, это досовременный Еще очень Не нравится мне такое деление На модерн и премодерн И постмодерн Важный термин, которым пользовались энциклопедисты И создатели философии нового времени Это два французских термина Ансиен Ансиен и модерн И модерн Современные и старые Так вот Концепт состоял в том, что Ле модерн Контр лез ансиен То есть современные против старых Философия нового времени Строилась по контрасту С философией старого времени Соответственно, необходимо понять Для того, чтобы понять В чем же заключалась философия нового времени А в чем заключалась философия старого времени Которая сменялась в философии времени Ну контрасты как такового Не знаю, философия нового времени во многом происходит не на контрасте, а со ссылками на философию средних веков даже, иногда античности. ...времени на некую альтернативу. Без этого понимания, вот без этого нащупывания этого контраста нам бесполезно говорить о Гассенге, о Галилее, о Ньютоне, о Спинозе, просто бесполезно, потому что семантику, смысл их текста, их слова и их высказывания приобретают в этом мощном полемическом походе против старых. Проблема заключается в том, что у них не было, чаще всего, мощного полемического подхода против старого. Галилей был деятелем в череде других деятелей. То есть в средние века у нас появилась довольно-таки мощная традиция этих, как там они называются-то, в общем-то, эмпириков. Мощная традиция эмпириков. Томас Брадвардин, не знаю, Грассетест, Бекон, только Роджер Бекон, Роджер Бекон. Не Фрэнсис Бекон, а Роджер Бекон, средневековый мыслитель. А комисты всякие тоже эмпиризмом занимались. Николай Арэм, который также занимался проблемой астрономии в том числе. Что вокруг чего вращается? Солнце вокруг Земли, Земля вокруг Солнца. Ну, непонятно. Пытались это решить Коперник. То есть Коперник со своим невероятным поворотом в философию, не в философии, а в науке, но ничего, по сути, не сделал. Ничего революционного, как такового, он не сделал. Если мы посмотрим на труды средневековых философов, мы найдем там, ну, практически то же самое. Революции, как таковой, не было. Революция заключалась лишь в том, что Коперник стал невероятно популярен. Вот и вся революция, по сути. Какой же он революционер? И вот эта вот череда мыслительная со средних веков, она пересекла эпоху Возрождения и перешла в новое время. Здесь на самом деле никакого жесткого контраста нет, все довольно последовательно происходит исторически. Именно вот эта вот ветка философии развивается крайне последовательно. И с этим, ну, поспорить, я не знаю, сможет ли Александр Гелич или нет. Странно. Новое воюет со старыми, новое сокрушает старое, новое не верит в старое, новое утверждает что-то новое, но на фоне чего? Соответственно, вот это вот очень важно понять. И последний момент здесь еще надо поместить, что очень важный такой промежуточный этап философии Возрождения. Философия Возрождения, которая находится между средневековой философией и философией нового времени. Итак, чтобы подойти к философии нового времени, давайте совсем кратко обозначим такие базовые моменты в предшествующей философии. Ну, например, наверное, вы слышали такое высказывание Уайтхеда относительно того, что вся история философии есть не что иное, как заметки на полях Платона. Да, это немножко шизофазия, я сегодня приводил эту, в общем-то, цитату. Но она не лишена определенного смысла. В современный 20 века философ Уайтхед, позитивист, говорил, что вся философия заметки на полях Платона. Очень важное утверждение. Это что значит? Это значит, что все типы философствования так или иначе соотносятся с базовыми идеями, высказанными Платоном. Но это не так. Есть очень интересные... Проблема заключается в том, что это даже в античности не так. Момент чистофилологического свойства. С другой стороны, Платонизм очень активно влиял на христианство и на перепатетизм. Платонизм и перепатетизм, они как бы вместе. И в итоге христианство как бы использовало и перепатетизм, и Платонизм для своих целей, для доказательства бытия Бога. То есть, диалоги Платона включают в себя отчасти труды Аристотеля. А труды Аристотеля и Платона прошли через средневековую философию. Во многом организовывали эту самую мысль. Вот. Поэтому, ну может быть, та история философии, которая, ну вот у нас сохранилась в текстах, действительно во многом ссылается на Платона. Он меня с РПГ переспорит? Ребят, у меня Джей РПГ. Греки читают философию Платона довольно легко, понимая то, о чем идет речь. Открывают Платона, не изучая специально древнегреческий язык, философия, которая была создана 2500 лет назад, язык ее понятен современному греку почти очень легко, с небольшими отклонениями. Мы берем текст 11 века русский, какой-нибудь из летописи сборника, или там Иоанна Ильзарха, например, болгарского, и не понимаем там ровным счетом ничего. Почему? Потому что на самом деле мы подошли к той философской топике языка, к филологической даже точки зрения, с учтения спинсубъекта, объекта, рефлексии нас, только где-то в веке там, к 18-19, а греки подошли 2500 лет назад. Но, поразительно сказать, 200,000 лет назад, они тоже недалеко ушли. Вот Платон пришел, и сразу началась философия. Вот она так и длится, эта философия. И не особенно сами греки... Платон пришел, и началась философия, да? Серьезно? Ну, это даже не смешно просто, как бы. Ну, это, по-моему, прям очевидно ложные высказывания. ...отличие. Современная греческая мысль и современный греческий язык, по сути дела, воспроизводят топику Платона и Аристотеля, так же, как она существовала там 2500 лет назад. А другие народы и культуры, в частности... Потому что мы сейчас находимся в тенденциях платонических. То есть тенденции, которые возникли в работах Платона и Аристотеля, мы их воспроизводим до сих пор. Но это делает далеко не вся философия. Русские или, например, немцы, которые также... Фале Смолеет Мелецкий даже, наверное, не первый. Ну, допустим, лучик это образное допущение, хорошо, действительно. Тексты Платона это первые философские тексты, которые сохранились практически в полном собрании сочинений. Окей. Ну, не очень красиво и не очень правильно, но окей. Перевод там текстов библейских на старогодский язык абсолютно не понимаем. Потому что к философии платоновского типа, европейские, восточные, даже немцы, и тем более славяне, мы пришли очень поздно. Вот наш язык, 19-х век отдаленно напоминает язык философии Платона. Это еще кое-что. А вот до этого были другие формы мышления, которые, в общем-то, были, строго говоря, не философские. Поэтому у нас и философия появляется в России только в 19-х век. Да, забавно, что он хабигирианец, ну, условно. И ему нравится Гераклит. Ну, это 18-х век сковорода, это такое полущее. Ну, так, собственно, говорят с Федорова и Соловьева. Так вот, в этом отношении все начинается и все заканчивается на Платоне. Платон – это главный автор, поэтому можно приблизительно свести к платонизму то, что называется античной философией. Основная идея о Платоне, мы, по-моему, говорили, это... Полная херня, пошел вон отсюда, пес, как бы. Свести всю философию античности к Платону. Ты с ума нахуй сошел, блядь. Ну, ладно, окей. Это очень грубо, но это тупо. То, что он сказал, это тупость. Я давно не слышал ничего более тупого, как бы. Свести всю философию греческую античную к Платону. Это с учетом, что у нас развиваются различные ветви философии в античности. И мы об этом подлинно знаем. Ну, как бы, ребят, мы точно знаем, что, в общем-то... Спасибо за Гдауман. Со 2-й минуты. Спасибо. КППС двоеточью, шляж, слеж, 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 меня это... Бомбит. Чок 4DN. Меня сейчас бомбит просто со 2-й минуты, о кишке. Может, еще сегодня успеем посмотреть. Так вот. Давайте-ка вспомним. Вспомним, да. Там, во-первых, было много школ, и самая вся проблема заключается в том, что они не сводятся к платонизму. Перипатетизм, допустим, родственен. Родственен платонизму. Окей. Хорошо. Хорошо. А вот учение непосредственно... Как этого мужика звали на букву Э? Нимпедокл. Эпикура. Эпикура, она сводится к платонизму? По-моему, нет. Она вообще не сводится к платонизму. Это противоположная тенденция платонизму, которая происходит из учения Демокрита об атомах, например. Ну, неважно. Платон ученик Сократа, ну вот. Потом были сократические школы, плюс ко всему. А были еще не сократические школы, был еще скептицизм, который как бы нагибал в свое время тоже так. Прикольно. А еще был стоицизм, который к платонизму, ну, тоже не особо сводится. А еще были эти, киринаики, например, которым тоже до платона было вообще похеру. Им плевать было, им вообще насрать. Ну, то есть, ну, лол. Ну, ну, лол, ну, Дугин. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, вы к чему? И все эти школы, многие школы, ладно, киринаики нет, но многие школы просуществовали на протяжении всей античности. Начиная со смерти Сократа где-то, иногда даже раньше, до конца, практически, опять же, практически до конца. Еще софисты и их последователи ретуры. Ну, да, он до Сократиков упустил, но от них текстов почти не осталось. Не, ну, это прям вообще херня была пошлая, ну, я не знаю, ну, это настолько пошло и неправильно, что, ну, это нельзя было никак не прокомментировать. Ух, это прям неприятно. Платонизм и различные его изводы. Платонизм мерно переходит в топику средневековой философии. И средневековая философия может быть сведена в основном к двум греческим авторам, к Платону и Аристотелю. Возможно, все последующие идеалистические течения основывались на Платоне. Лучик в Средневековье, да? Окей. Но когда он говорит про античность, это полная чушь. Это полнейшая чушь. Это вообще не имеет никакого отношения к античности. Вот в чем проблема. Платон и Аристотель, это свои две тусовочки, которые были действительно близки друг к другу. И то не слишком уж близки на самом-то деле. Расхождения были довольно-таки мощными. Он говорит, все можно свести к ним двум. Нет, нельзя. Нельзя, ни в коем случае нельзя сводить все к Платону и Аристотелю. Просто. Тексты Платона и Аристотеля, это те тексты, которые сохранились и дошли до нашего времени, в принципе, практически в полном собрании сочинений. И нам это нравится. И мы их читаем. И мы такие, ууу, как много, как замечательно. Просто, когда мы будем говорить о стойках, Тексты Зенона, Китейского, если не ошибаюсь, до нас вообще не дошли. Тексты Хрисипа, второго по важности стойка, до нас тоже вообще не дошли. Их было 400 штук. 400 текстов Хрисипа. Об этом пишет Диоген Лаэрдский. 400. 400. Ни один не дошел. Единственный параметр, по которому, в общем-то, Дуген сейчас судит, это то, что Платон и Аристотель, их тексты, сохранились до нашего времени, в том или ином виде. Ну что, круто? Только так никто из исследователей нормальных не судит. Потому что очевидно, что это тезис ложный. Эпиктет дошел, это поздний стойк, да. И Аристотеля и состоит. Ну это уже поздний период стаицизма, римский даже. Основа среднеевропейской схоластической мысли. То есть, христианская. Окей, вот смотрите. Вот он мог бы сказать, что схоластическая мысль базируется на Платоне и Аристотеле. Все. Окей. Без проблем. Я разрешаю. Никаких проблем здесь нет. Можно попробовать поспорить. Можно попробовать поспорить. Но при этом не сказана никакая чушь. Кстати, давайте заметим, что поздние стойки во многом испытали влияние и Платона и Аристотеля. Поздняя стойка уже испытала влияние. Но они не занимались непосредственно такой важной философией. Правда, что Платон был одним из самых левых древнегреческих философов? Наверное, нет. Наверное, все-таки нет. Европа, западная и восточная. То есть, вот тут было несколько минут, где он тупо подряд обсирается несколько раз. А потом, в принципе, высказывает нормальный тезис. Нормальный, да, хороший тезис. Действительно, Платон и Аристотель очень сильно повлияли на средние века. Хорошо. Поспорить можно-можно, но мы не будем, потому что мы не придираемся к мелочам. Поехали. То есть, греческое, византийское. Живут на христианизированном, переведенном в богословие, наследии Платона и ученика Платона и Аристотеля. Между Платоном и Аристотелем существует множество. Сначала тексты... Вообще-то, христиане просто уничтожают все тексты Платона и Аристотеля. Но, но, по счастливой такой случайности, эти тексты переходят, оказываются, непосредственно у арабов. А вот арабы, арабы переводят тексты Платона и Аристотеля на свой язык, изучают их. У них появляется такое интересное течение, философское, как восточный перепатетизм. Восточный перепатетизм... Очень странно, почему он называется перепатетизмом. Вообще-то, но он является определенным смешением Платонизма и перепатетизма, в котором есть элементы и того, и другого. Что не странно. И они впервые смешивают и математику, и логику, что тоже, кстати, редко встречалось. Потом. Средневековые мыслители видят невероятные достижения арабских мыслителей и завидуют им, и переводят их тексты. Великий Авицент, там Великая Медицина, Великая Философия. И оттуда Платон и Аристотель возвращаются в Европу и в Средние века. Вот так. Вот так это как бы было немножко бы. Если бы чуть-чуть поправильнее рассказать. ...различий, и они друг другу часто противопоставляются, но на самом деле они предопределяют основную структуру философского дискурса. Только при переходе от античности к Средневековью в рамках философии платонического типа осуществляется очень серьезный сдвиг, очень существенный сдвиг. Это переход под представлением мира идей, множественным миром идей. Вот просто почему я сказал, что здесь произошла революция. Как раз она потому и произошла, что... Спасибо большое за подписку, Гринович. Проблема заключается в том, что вот-вот здесь как раз взяли и были удалены скептики, стойки, не знаю, эпикурейцы. Все-все-все были убиты. Все тексты их были разрушены, удалены, сожжены. Вот в этом вот моменте где-то. Поэтому это революция. А дальше такое последовательное тенденциозное развитие. К единому богу. Переход от философии идей к теологии. Где на место идей, уже в среднем платонизме Филона Александрийского, ставится фигура бога. Это не множество образцов идей, которые парят, а это единый бог, который является... У Платона есть Демиург вообще-то. Создателем феноменального мира. У Платона есть, в общем, Демиург, который является создателем идей. Или не создателем идей. Ну, в общем, там есть Демиург, короче. То есть теология представляет собой некоторое специфическое издание платоновской античной философии. Большое различие между платоническим богом, Демиургом и христианским богом заключается в том, что мир идей и мир материи существуют независимо друг от друга. Материя просто у Платона есть. Его объективный идеализм одновременно является объективным материализмом. Как ни странно. Как ни странно, да. Христианский бог творит мир экс-нихила. То есть творит материю. Он абсолютно идеалистичен в этом смысле. Большая разница. То есть те топики, опять же, не сводятся друг к другу. Хотя влияние окажется. В влиянии все равно будет замечено в итоге. Ну, его можно будет заметить. Соответственно, эта теология, которая представляет собой развитие платонизма, в средние века у Фомы Аквинского, в первую очередь, у других схоластов, не сразу там, не через ряд этапов, приобретает характер фиксации в большей степени на аристотельском понимании. Согласен. До Фомы Аквинского, а еще лучше сказать, до Альберта Великого, мы сталкиваемся в средние века с преобладанием платона над Аристотелем. Аристотель даже во многом вроде бы запретом считался. Потом Альберт Великий и тем более Фома Аквинский, ученик Альберта Великого, ну, непосредственно занимаются этой проблемой. Читают тексты Аристотеля, распространяют тексты Аристотеля. И Фома Аквинский на базе аристотелизма, перипатедизма, создает свой томизм. Замечательный, потрясающий. Сумму теологии, потрясающие, невероятно сложные тексты, схоластов, вот это туда. Возникает идея, что есть теология, Бог, трансцендентный, запредельный, и мир, созданный им. А вот законы мира, созданного Богом, определяются по логике Аристотельской. То есть, отличие от Платона, от Аристотеля заключается в следующем. С точки зрения Платона, идеи существуют до вещей, пришествуют им, и могут существовать и без вещей. У Аристотеля форма, не идея. То есть, идеи первичны. Это основная спора в универсальных средневековый был. А с точки зрения... Если это лекция в философском факультете, то это плохо. Аристотеля, идеи существуют в вещах. Еще раз. Логики Аристотельской. То есть, отличие от Платона, от Аристотеля заключается в следующем. С точки зрения Платона, идеи существуют до вещей. Так, окей. Да. Вне вещей, до вещей. У них отдельное измерение. И могут существовать и без вещей. Да, они вообще-то существуют без вещей. То есть, идеи первичны. Это основная спора в универсальных средневековый был. А с точки зрения... Спор об универсальных действительно связан с этой проблемой. Но немножко по-другому. С точки зрения Аристотеля, идеи существуют в вещах. Форма. То есть, если бы он сказал слово форма, и это было бы различие хорошее. Ну ладно. То есть, с точки зрения Аристотеля, сразу нам дано явление. И это явление всегда двойственное. В нем есть... Идея возникает в абсолютно материальном мозге. В смысле, она первична. Но вы сейчас смотрите по-другому, с другой стороны. Вообще-то, идея первична по отношению к материальному миру. Потому что мы не можем посмотреть на наш мозг до того, как у нас появятся какие-либо идеи. То есть, мы не можем изучить наш мозг до того, как у нас появится идея мозга, изучение этого мозга. У Платона идея не обязана, не обязательно должна быть первичной. Согласен. Она просто отдельно, да? Да. Она просто отдельно существует, в принципе. Это идеальный прообраз чего-то там. Любой вещи. Она идеальна, она положительна, она позитивна, она блага. Это благо. Это всегда благо. Это всегда что-то хорошее. А вещи это жалкие тени вещей. Они всегда несовершенны, они подвержены старению, они ломаются, они умирают. Все что угодно с ними плохое происходит. Они там, люди становятся злыми. Есть идея человека. Человек хорош, прекрасен, замечательен в идеях. А вот в мире он дерьмо, как бы. И может быть очень плохо. Есть форма, морфия, то есть, по сути дела, эйлос, вид. И есть материя. Морфия, форма, окей. Поправил. Александр Гелич, мое почтение. А с точки зрения, для Аристотеля не существует ни материи отдельно от тела, ни отдельной идеи. Да, идея как мысль, не по-нашему. Да, правильно. Правильно лучик дополняете, верно? А для Платона существует и отдельная идея, и отдельная материя. Вообще, идею Эйдос, я сейчас заметил, ее разбирают современные исследователи как образ. То есть, это некий образ вещи, прообраз, картина, ну то есть, которая лежит вне этой самой вещи, действительно. У Платона идея, то есть, идея. У Платона, кстати говоря, Аристотеля, не идея, у него форма. Предмет? Ну, например, вот та штука, видите, формочка. На самом деле, у каждого предмета есть форма у материи. Ну, все просто тоже. Это вот между ними такая разница, а в основном, все остальное, базовые параметры у них очень близки. Так вот, в Средневековье, в схоластике, на основании этой философской теологии представления о трансцендентном Боге, формируется, по сути дела, три позиции. Первая позиция – это платонизм, который воплощен в том, что называется крайний реализм или идеализм, отстаивал его Скотт и Реугена, который утверждал, что виды и рода вещей существуют до самих вещей. Окей. Как бы как ангельский замысел Бога. Это учение Скотта и Реугены, который был таким типичным крайним платоником просто, платоником анти... Он не был платоником по большей части своих убеждений, но окей. ...аристотического толка. Оно анафематствуется. Ну, проблема в том, что очень много смелых суждений и... Ну, так вот. ...разнается в католической церкви. Вторая позиция, называемый умеренный реализм или просто реализм, который защищает Фома Аквинский, это аристотилизм, который утверждает, что идеи существуют... А чё скачки такие? ...в вещах, но идеи существуют... ...но в вещах, не до вещей, а внутри вещей... Стоп. Чё-то я вспоминаю про Фома Аквинского немножко по-другому. Он, по-моему, утверждал, что идеи существуют и до вещей, и в вещах, и в нашей голове одновременно. Идея об этой вещи. Я могу сейчас сильно ошибаться. Сейчас, я буду проверять. Я не так умён, чтобы всё это помнить. Универсалия. Да, умеренный реализм. Ща, давайте вспомним. Умеренный реализм. Он признаёт, что общее не имеет отдельного бытия, что общих сущностей нет, и что индивидуальное отличие предметов, составляющих... Да окей, хорошо, я не виноват. Я ошибся, я ошибся. Я не там вычитал это. Видимо, другой мыслитель так считал, как я написал. Таким образом, Фома Аквинский... А, признаёт Троякова роду универсалии. Энтерес до вещей, поскольку они суть мысли Бога. А, то есть я был прав. Окей. Энтерес до вещей, поскольку они суть мысли Бога. Ин ребус в вещах, поскольку они составляют общую сущность вещей. И вы не поверите, по стрессу, после вещей. Как тебе обырюты, господин Хармс, господин Веденский, разумеется, господин Заболоцкий. Господин Хармс мне нравится, его текст очень интересный, они завораживают, они потрясающие. А, Веденского я практически не читал, но слышал о нём. Ну, ничего сказать не могу, не буду торопиться с суждениями. А про Заболоцкого я почти ничего не знаю. Вот так. Ну, я, по-моему, крёстный отец Заболоцкий. Но это не тот. Короче, смотрите, после вещей, поскольку ум человека извлекает их из предметов и образовывает понятия. Я не знаю, ошибается ли Википедия, но я это читал не Википедия, как бы, друзья. Так, а у Аристотеля же субстанция четыре стихи, и там глина, к примеру, он же у Эмпидокла подсосал это. Скорее у Акела. Дело заключается в том, что Акел, не очень известный греческий мыслитель, впервые сформулировал позицию... Вообще, стойте, какой Аристотель, Эмпидокл... Аристотель это у Платона взял. Платон, видимо, взял это у Акела. Там не концепция четырех стихий, это концепция пяти стихий. Огонь, вода, земля, воздух, эфир. У Эмпидокла четыре стихии. А у Акела уже пять. Эфир. Пятый. Ее берет Платон. Да. И Аристотель берет это от Платона. Вот. А Дугин что-то херню сморозил. То есть, смотрите, ребят. Про Фомо Аквинского, опять же, про универсалии, давайте вернемся. То есть, были идеи. Были такие представления, смотрите. Вообще-то, умеренный реализм Аквинского это комбинаторика чистой воды. Он взял и объединил все вот эти вот вещи. Ин ребус, вещах. То есть, у нас есть три концепции, три позиции. То есть, есть универсалии до вещей. То есть, есть роды и виды до вещей. Вот они здесь. Это одна позиция. Есть следующая позиция. Они есть в вещах. Это еще одна позиция. Есть еще третья позиция. Они после вещей. То есть, только у нас в уме. А есть четвертая позиция. Они везде. Любовь и ненависть. Это филия. И не помню, это раздор. Это, смотрите. Филия. Что такое филия, Маркус? Я вам напоминаю. Вообще в Греции. Филия. Это тот вид любви, который заставляет нас быть вместе с кем-то. Стремиться к кому-то. Приближение. Вы хотите быть со своим лучшим другом, например. Вот вы сидите и скучаете. Как мне не хватает своего лучшего друга. Вот бы сейчас он был со мной. Мы бы тут сейчас поговорили о чем-то веселом. Это филия. Стремление к приближению, сближению. По сути, это сила притяжения. Честно говоря. Любовь в значении Эмпидокла это сила притяжения. Сила, которая все притягивает, соединяет. Под ненавистью понимается раздор. Сила, которая все разъединяет. Вот по этому принципу соединения и разъединения работает великий сфайроса вот этого самого великого Эмпидокла. А стихии у него это атомы. Они атомарные. Это частицы, которые объединяются и соединяются под силами притяжения и раздора. Третья позиция. Вот это внимательно. Ну, кольчер-балчер, притяжение было бы хорошим переводом. Но тут проблема, опять же, в греческой филии. Ну, то есть, он-то выражал термином любви. Только в Греции это особый тип любви получается. Что интересно. Что интересно подчеркнуть в данном случае. Это номинализм, который отстаивали представители францисканского ордена, в частности, Расселин. И Окком. Тот самый Окком, как Акчибритву. Расселин Окком. Окей, верно. Только вот еще позиция есть. Ты упустил. И неправильно перечислил позицию Фома Аквинского. Который говорит, не надо двоих сущностей. И есть только вещи. Только вещи. И вещи, в отличие от аристокльтельянства, являются двойными. В них нет отдельной идеи, отдельной формы. Есть только вещи. А Пьер Абеляр где? А еще есть имена. Имена дают люди. Ну, то есть, где Пьер Абеляр, короче? А где Пьер Абеляр? Куда делся Пьер Абеляр? Ну, ладно. С точки зрения реалистов, имена присутствуют внутри вещей, как их дух. Как их логос вещей. Но только в вещах. Без вещей они не могут существовать. А с точки зрения платоников, могут существовать отдельные имена. Имена Божьи, например, которые распространяясь вниз, создают вещи. Но могут и не создавать. С точки зрения аристотельянцев, реалистов, все вещи несут в себе этот божественный логос и материальное основание. А с точки зрения третьей позиции номиналистов, существуют только вещи, а имена придумывают люди. Ну, ребят, заказывайте, будем смотреть все, что свято, да, да, я сойду с ума, я чувствую. Ну, ребят, какие позиции определяют спор средневековой философии. Но так или иначе все это становится понятным только при апелляции обращения. Позиции больше в средневековой философии, значительно больше. И все не сходится на споре об универсалиях. Это хороший спор, но он такой вот. Какая концепция победила и окрасила собой догматы средневековья? Никакая. Никакая. Да, в средневековье. Ну, в конце был номинализм, в общем-то, акамизм, закат схоластики. А? Умеренный реализм, абсолютно правильно. Ну, при этом, это при том, что закат схоластики пришелся на рассвет акамизма. Не знаю, ну не знаю, но в итоге-то никто не победил. Умеренный реализм, аристатилизм. Анафематствована крайняя форма платонизма в лице скоттереогены. Анафематствована учение Расселина и Оккана с его бритвой, которые тоже посчитали, что не слишком такое материалистичное. Ну, акамизм-то в итоге тоже номинализм. Ничего неужели, сколько вещей. Ну, рассоли, окей, рассолен, да, окей, насрать на него, но акамизм все же. А имена будут придумывать люди и победил. Умеренный реализм, то есть, акамизм от имени Фомы Аквинского. Тома? Ну, как пишите. Ну, в смысле, он победил. Остальные, что, сдохли, их убили, может быть, я не знаю. То есть, они не повлияли на развитие дальнейшей философии, может быть. Тома Аквинат, Тома Аквинский. Не, Аквинский это величина, конечно, невероятная. Это мощный философ, конечно же. И томизм это мощное течение, но... Ну, как бы лол. Фанат, называем томизм. Ну, как бы лолокомисты, они во многом были как раз теми самыми замечательными учеными будущими, эмпириками и так далее, и так далее, и так далее. Молодцы, понятно, да? Победили. Значит, это тоже такое важное замечание. Теперь, соответственно, появление номинализма в эпоху Средневековья, по сути дела, представляет собой уникальное философское явление, которое в значительной степени выпадает из всего строя платоновско-аристотельской философии. Ну, хоть я это признал, окей. Уже неплохо. Но, с другой стороны, проблема заключается в том, что уже в античности было много вещей, выпадающих с топики Платона и Аристотеля. Это не характерно для Средневековья. Оно не просто анафематствовано. Оно, по сути дела, приздано таким несоответствующим вообще представлению о христианском или Платонском... Платонизм, чё? ...пластическом представлении о мире. Где должны быть идеи, либо предшествующей, либо внутривещей. Мир без идей, где вещи просто организуются в какой-то порядок внешней силы, причём ещё человеческой, которая дает имена, условные имена. Такого мира, по сути дела, быть не может. Ща, я окно открою, потому что мне дышать нечем. Ща. Ща, 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 ща. Эх, Гелич, Гелич. Ну, это не отменяет того факта, что у него есть несколько неплохих книжек. С точки зрения всего средневекового античного мировоззрения, с точки зрения Лез-Ансьяма, вот этих вот древних. Ещё какой очень важный момент. Конечно, мы говорим, что анти... Теперь я понимаю, где маргинал учил античную философию. Философию средних веков. ...это Платон и Аристосик. Конечно, мы говорим, что средневековье это тоже Аристосик или частично Платон. Но были ли ещё в древнем мире другие формы философствования, которые не попадают в эту категорию? Да. Да, правильно. Который претендует на самостоятельную парадигму. Вот что интересно, что Платон... Философика, скептицизм, стоицизм, эпикурейство, киринайки, не знаю, огромное количество разных писателей. ...своя академия призывал сжечь труды одного философа. Да. Угадайте, кого, друзья. Угадайте, как звали этого Демокрита. Многие говорят, что это миф. Это был Демокрит. Да. И его в таком же духе писал эпикур. Кто заказал лекцию, кто не может её посмотреть. Не, на самом деле лекция интересная, и её, в общем-то, комментировать легко. Круто. ...нукреции... То есть тут почти каждый тейк можно прокомментировать, как ни странно. ...отверждающее, что всё состоит из атомов. Что существует не идея и материя, или вещи, аристотельские, идеально-материальные, а существуют отдельные неделимые частички. Атомы. Атомы это значит неделимый. По латыни это индивидуум. Ин-дивидуум. Неделимый. Ин-дивиду. Дивида-ре. Делись. Вот эти индивидуальные атомы, между ними пустота существует, и они конфигурируются в разные формы, в том числе создавая богов, таких вот атомарных богов, которые живут, распадаются, соединяются, и весь мир состоит из атомов. Вот это учение было жёстко отвергнуто Платоном, Платон читал его такой философской ересью, и жёг книги Демокрита, и жёстко отвергнуто Аристотелем. По-моему, уже у Диогена Лаэрского написано, что это вроде бы миф. На всём протяжении средних веков к этому атомизму практически никто не обращается, хотя в античности, в частности тот же Лукреции, предстоит последователь эпикурейства, есть определенный образ. Но это как раз не... Эпикурейцы сомневались в существовании богов, если не ошибаюсь. ...оставлять ни мейнстрима, ни главного направления западноевропейской философии, ни они предопределяют её базовый строй. Тем не менее, надо сказать, что это есть. И вот мы приходим к эпохе Возрождения. Эпоха Возрождения — это период, когда рушатся философские системы Средневековья. Нет. К сожалению, нет. Согласен, если бы всё было непоколебимо, смотреть было бы неинтересно. Я абсолютно согласен. Эпоха Возрождения. Что такое эпоха Возрождения? Эпоха Воз... Ну, то есть, в смысле, томизм, что ли, всё уничтожается, исчезает, его больше нет. Схолактики больше нет. В университетах больше никто и не думает. Ну, то есть, вообще, всё взяли и закончили. Возрождение — это обращение итальянской интеллигенции, начиная от Петрарки и Марселия Уфичина, флорентийская школа, куда приезжают многие греки после падения Византийской империи, даже до её падения во время включения Флорентийской унии, которые в Византии, в глубоко христианской, тысячелет христианской Византии, тем не менее, продолжают в значительной степени традиции греческой античной философии. И они привозят с собой, в частности, демист Плитон, греческий интеллектуал из Мистра, он привозит с собой труды Платона, неоплатонников, Платина и других. У пекурейцев боги были чисто для их догматов нужны, как идеал жизни. Я не помню, то ли Демокрит, то ли Эпикур говорил о том, что, может быть, богов и нет, а может быть, они созданы из атомов. Там что-то вот такое было. Вот античных. А, ну, значит, всё-таки у пекурейцев, окей. Автор, которые в Средневековье практически неизвестны были в христианской философии западной. Так начинается возрождение. Возрождение чего? Ренессанс. Возрождение? Греции, да. Античной, предсредневековой философии. Проблема заключается в том, что, ну, в эпохе Возрождения очень сильно обосрались непосредственно, когда они возрождали эту самую традицию античную. Ну, на самом деле, у них не было достаточных ресурсов для того, чтобы понять эту античную традицию. Более того, они получили текст этой античной традиции не самых надежных источников, опять же. И они подвергали эту античную традицию невероятно христианским трактовкам. То есть, опять же, революции здесь никакой не произошло сильной. Практически все идеи эпохи Возрождения так или иначе относятся, в общем, к позитивным так или иначе христианству. Так-то революции и разрушений после поджога в библиотеках христианами не было, пишут. Было только продолжение. Продолжение. Например, Шеллер не мог отделаться от души христианской. Только вводил свои категории и так везде. А напоминаю, что революция заключалась в том, что закрывали все школы. Вообще все школы закрыли. Христианские римские императоры закрывали философские школы. Ну, мы не будем учитывать те случаи единичные, когда философов вообще убивали, там, и так далее, и так далее, и так далее. Там, не знаю, озобленная толпа христиан, там, не знаю, на горе. Убила бедную, бедную, бедную философиню. Ну, вот такое вот. Получается, все античные источники переписаны христианами? Нет. Нет. Христиане долгое время именем владели. Они все, взяли, уничтожили, норм. Ну, не дошло до нас. И у христиан их тоже некоторое время не было. То есть, даже у Платона и Аристотеля, тексты Платона и Аристотеля, пришли к христианам из непосредственно арабского мира. У рабов они сохранились, ну, по крайней мере, потому, что замечательный Александр Македонский, а потом Римская империя. Ну, вот, у них была большая империя, которая захватывала большие территории, выходящие за пределы Европы далеко. Ввиду этого, ну, и, соответственно, платонические школы и прочие другие образования интересные тоже распространились далеко. И там существовали те или иные тексты. И, в общем-то, поэтому, поэтому, поэтому тексты и сохранились. Из-за того, что были такие большие расстояния и огромное количество разных школ в разных местах. Все это уничтожить было довольно трудно, в общем, всю ересь. Христиане не особо даже пытались что-то переписывать. Ну, ты такое говоришь, христианство – самая миролюбивая религия. Они никого и пальцем не тронули. И крестовые походы – это тоже выдумка, кстати. Уверен, да, тоже. Ну, тут, понимаете, опять же, поджоги, не поджоги, ну, уничтожение, не уничтожение, закрытие школы, не закрытие. Но просто фактически все это, деятельность христианства привела к тому, что, не знаю сколько, процентов 80 философских школ античности были уничтожены. Они просто исчезли, все. От скептицизма не осталось практически ничего, кроме текстов «Секста эмпирика». Это не густо. Вот это очень важно. Вот он, возрождение, Ренессанс. И возрождение, речь идет о возрождении античности. Ну, тут, ребят, надо еще понимать, что сами христиан долгое время подвергали гонениям и пытали, и так далее, и так далее, и так далее. И критиковали очень жестко. Ну, то есть, понимаете, античные философы тоже как бы сами были бы не против того, чтобы христиане исчезли. А платоники, сейчас, как его звали? Это не Прохол вроде его звали. Я не помню, в общем-то, некоторые платоники, ну, прям вот тоже ратовали против христианства, называли его абсурдным, тупым, надо было, чтобы оно исчезло, и так далее, и так далее, и так далее. Первые самые яркие антитеисты были Критий и Ксенофан. Первый вообще религию высмеивал наподобие теперешнему Докинзу. А вы Продика забыли, Лучик, Продика забыли. Один из софистов, вообще-то. Притом один из старых софистов. Критий, это уже ученик старших софистов. Он, по-моему, даже не старый, он считается старшим. В первую очередь... Вы пропустили как раз первое поколение главных вот этих вот атеистов. Это софисты. Некоторые софисты были атеистами, в общем-то, и один из них Продик. Ситуативно речь идет о противопоставлении Платона и Неоплатона. А, то есть, история как в США сейчас, типа того. Схоластическому томистскому аристотилизму. Но, Лучик, я вас и дополняю. Я дополняю вас тем, что я знаю непосредственно. Если бы этого не знал, я бы... Может быть, мог сказать глупость, но здесь нет. Может быть, до Продика еще были какие-то первые, самые яркие антитеисты. Я не знаю. Но Продик первый из тех, кого я увидел. Вот это был правильный мир, идеалистический мир видел мир. А Аристотеля укоряют в неком механицизме. Оттуда возникает идея людей как магов. Это типично возрожденческая идея, что маги, философы, созерцающие идеи, способны эти идеи в себя воплотить и философствовать, изменяя мир. По сути дела, это издание некоторого активного платонизма, вплоть до такого платонизма, который бросает вызов догмам христианства в лице Джордана Бруно. Это тоже платонизм, только возрожденческого толка. Согласен. Джордана Бруно тот еще мистик, колдун, математик. На самом деле его мировоззрение, наверное, одно из самых ненаучных. Когда в качестве примера сожжения ученых приводят Джордана Бруно, ну хочется спросить, а вы видели учение Джордана Бруно? Вы читали его тексты? Вы читали хоть что-то вот о нем? Вы что-то о нем знаете вообще в принципе? Вы видели, какие он мысли-то исповедовал? Это довольно смелый человек, смелый для своего времени, но он точно не делал это как ученый. Уже отрицая вот этот момент, как я говорил, переход идей в Бога и потом назад от Бога к идеям. Вот у Джордана Бруно, философии возрождения, мы видим отмену идеи Бога в пользу идей как таковых, множественных идей, как у Платона. То есть очень характерный ход. Джордана Бруно Пантеист. Ну если как магов это... С точки зрения перешагивания Средневековья в пользу античности. Но пока любая реставрация, потом прошло очень много, прошло тысячелетия, полтора-полтора тысячелетия. Если уж ходите, так не валите все подряд. Как поизящней. Соответственно, это возрождение не просто того, что было недавно, к чему можно еще вернуться, а это в значительной степени возрождение того, что настолько уже плотно забыто, что почти заново создается. Поэтому, конечно, огромное различие между платонизмом возрождения и платонизмом античным. Потому что еще был христианский платонизм, еще тысячелетие христианского платонизма, который... Ну потому что в Средние века не было платонизма, и в Возрождении, в эпохе Возрождения непосредственно платоники, там была вроде бы только одна школа платоников, как бы. То есть они официально называли себя платониками. Кстати, в Средние века тоже был кружок платоников, если я не ошибаюсь это сэн и викторский кружок или он как-то так назывался там очень определенная группа людей действительно исповедовала платонические взгляды в прямом самом смысле вот вот как бы так немножечко немножечко по-другому соответственно это возрождение не просто того чтобы был недавно чем можно еще вернуться направлено полемика возрождение средние века начинать рассматриваться как темные века именно возрождения которые закрывают эту чистоту греческие якобы греческой античной классической мысли которые прямо приезжают ставить человека в подчиненную слова trapped валет а необходимо дать человеку свободу волю поскольку человек не просто творение божия а скрытый бог спящий бог вот смысл философии возрождения и вот так мы подходим границе философии нового времени другое время продолжает критику возрождения, которое возрождение начало против старого, в первую очередь против средних веков, но радикализирует ее. И вот здесь возникает очень интересный момент, самый принципиальный момент, что главными парадигмами нового времени, в отличие от философии возрождения, становятся два подхода, отброшенных ранее. Это атомизм Демокрита, который... Не все мыслители нового времени были атомистами. Даже не все ключевые мыслители нового времени были атомистами. Вообще был непределаж в это время, к которому обращаются вместе с идеей интереса к античности, оставленной за пределом философии средневековой, и к номинализму. Нет. Эмпиризм нового времени не имеет никакого отношения к номинализму. Номинализм, ну, не знаю, каждая вещь уникальна, например. Одно из главных суждений номинализма. Ну, вот, вот это вот не две вещи. Это одна вещь, и это еще одна вещь. Их нельзя даже посчитать, по сути. Каждая из них уникальна, универсальна. Нету никаких родов, видов, они просто не существуют. Мы их тупо придумываем. Они нам нахер не нужны. Это просто выдумки нашей фантазии. Такой подход был не свойственен философии нового времени. Практически у всех эмпириков был совершенно другой подход. Ну, оккана и расцелина, утверждавшего, что вещи существуют без их идейных составляющих. Таким образом, платонизм, античный платонизм, под знаменем которого проходила эпоха возрождения, на самом деле, тоже при переходе к новому времени сдается в утиль. Соответственно, новое время таким образом оппонирует и вся философия нового времени. А как же Кортезий с его математикой? Которая восходит к платонизму, вообще-то. Дугин тут, я не знаю, видите все эти кружочки? Каждый кружочек, который он нарисовал, это лажа. Считайте, считайте по ним. Так вот, Кортезий, вспоминаем, математика, рационализм от Платона, взятый у него. Да, в целом, да. Суждение о методе, также такой поверхностный скептицизм античный, тоже от Платона скорее взятый, знаете. То есть, действительно интересно. На самом-то деле, один из главных мыслителей средних, ой, блин, нового времени, Кортезий, и люди, которые последовали потом за ним, ну, они не отвергли Платона, в общем-то, в целом. Остались основные идеи, которые восходят к Платону. Ну, а кто еще? Кто еще очень важен? Мольбранш, Лейбниц, да, тоже платонические элементы в его философии имеются. Да любой идеалист, вообще любой идеалист так или иначе восходит к Платону. Вот так вот. Апонирует? С другой стороны, ни один эмпирик нового времени, ну, ладно, ни один, это я сильно перегнул, многие эмпирики нового времени в принципе солидарны с Платоном во многом. Чего уж там. Ну, например, разрабатывать эмпирическую, эмпирическую, да, индуктивную логику, ну, это, скорее всего, солидаризация с Аристотелем вводит. Ну, окей, не важно. Платонизму, аристотилизму, в первую очередь, и томизму схоластики христианской. Соответственно, картина мира Средневековья и, соответственно, вспышка. Проблема еще заключается в том, что томизм в Средневековье это, по сути, один из проводников логики в новое время, логика. То есть, если бы у нас не было передач в виде томизма, у нас в современном мире сейчас не было бы логики вообще. Она бы никому нахер не была бы нужна. Ну, то есть, представьте, в Средние века, для чего можно использовать логику. Ну, чтобы, в общем-то, нормисам доказать, что Бог есть. Ну, чисто нормисам, так поиграть нормис с нормисами вот-вот в игру, типа, доказательные. Смотрите, вот это вот так-то, так-то, из этого следует то-то, то-то, а значит, Бог есть. И они такие, Бог есть. Ну, то есть, вот, это такая дурацкая причина, и ради нее сохранять непосредственно логику, ну, было бы не обязательно. Во-вторых, ну, из атомизма логика считается довольно-таки важным методом познания. И поэтому логика сохраняется дальше, и переходит в эпоху возрождения, и дальше в новое время. Возрожденческого неоплатонизма в равной степени причисляется Лезансьен. Что такое Лезансьен? Старое. Это все становится старым. А что из старого берется в новое, и на чем это новое строится? На двух пунктах. Это атомизм, демокрит, ну, и, соответственно, эпикур. Концепция. Ну, вообще-то, эпикурейство в эпохе возрождения уже имеется одна школа, но они в основном этику там взяли. Дальше, что у нас здесь-то находится в эпоху нового времени? Давайте подумаем, вспомним. Кортезию, у которого материя была разлита. Ну, то есть, это не были атомы, материя была едина. То есть, апейрон беспредельная у Кортезия есть. То есть, опять же, не атомизм. Ну, например. Кто первым возродил атомическую концепцию философии нового времени, я не знаю даже. Я даже не вспомню. В Укреции вся линия атомизма. И номинализм расцелен эпоху. То есть, смотрите, новое строится на ревизии старого. Так всегда и бывает. Просто в старом доминировало одно из старого. А в новом перестановка осуществляется. Из старого выбирается что-то другое. Платонизм и аристотилизм жестко перечеркиваются, а вот номинализм и номинализм и атомизм берутся в качестве базовых моделей. Вот это главные парадигмальные свойства философии нового времени. Более ярким философом нового времени является Галилео Галилеи. Окей. Который располагается между... Ну, ребят, сегодня мы хорошо проплатили и завтра я не работаю. Завтра я рано уйду, если что. И, возможно, пораньше начну. Новым временем и тысячи... годы. Между новым временем и возрождением. Некоторые считают его последним последним мыслителем возрождения, а некоторые первым мыслителем нового времени. Вот он как раз принадлежит вот этой грани между нового времени возрождения. Галилео Галилей формулирует альтернативную аристотелизму концепцию движения материи физических свойств. Ну, Галилео Галилеи исключительный персонаж для своего времени просто. И самое главное, что он утверждает, Галилео Галилеи, не то, что земля вертится, не то, что на самом деле существует относительность материальных явлений, но главная идея, что существует, что аристотелевская физика, предполагающая естественные места, то есть, по сути дела, образ мира, который структурирован, исходя из определенного идеального проекта, то ли замысленного раньше, то ли существующего по факту, это учение Аристотеля о естественных местах. Так Аристотель объясняет движение. Почему вещь движется, говорит Аристотель? Потому что у нее существует цель движения, то есть ее естественное место. То есть, всякая вещь, которая движется, в том числе, солнце, луна, Ветра, люди стремятся к какой-то цели И вот имея в себе Галилея в целом Можно относить к философам Потому что, наверное, он сам Себя не относил к какой-то касте Ученых. Этой самой касты Ученых просто в то время не было Еще Ньютон, я для вас Замечу, он все еще называет сам себя Философом. Ну то есть Натурфилософом. Его текст называется Сейчас как-то там он называется, я уже Точно сейчас не вспомню Натуральная философия Математики. Сейчас давайте Ньютон А, Натурфилософия Натура. Ньютон Натура. Давайте Математические начало натуральной философии Называется его текст Это философский текст вообще-то Ньютона Понимаете, это философия И он по жанру выполнен как философский текст Вы будете его читать, это вам будет не учебник Современный по физике Это будет типичная философская работа Времени Ньютона Как ни странно. Еще Ньютон Ньютон был после Галереи, напоминаю Галерей тоже себя, видимо, ощущал Определенным мыслителем, философом именно Правда, не таким, как все Телехио, то есть стремление к этому телосу, энтелехио, имеющий в себе цель Вещь стремится к этой, достичь этой цели, а другие вещи ей мешают Таким образом, существуют некие естественные места, которые определяют как бы полноценную картину мира А все вещи мира, толкаясь, бегут занять эти места И никак не могут занять, потому что мешают друг другу Вот такое представление о Бористотее, как движется мир И, соответственно, из этого вытекает Вместо того, что центр важнее, чем периферия Вверх-вниз, и что существует некое Такое качественное пространство, где каждая вещь Имеет свое предназначение, к которой стремится То есть, собственно говоря, схоласты дополняли это божественным промыслом И получается такая вот очень картина разумного Четко структурированного качественного космоса Где было абсолютное правое и левое, абсолютный верх и низ Это называется Анизотропная структура пространства Структура пространства, которая Имеет различия Правое, левое, вверхое и низ Не просто количественное, относительное и релятивное Но качественное Поэтому сверху небо, и оно другое Оно прозрачное и воздушное Земля плотная Что является плотным, то находится внизу То, что является разряженным, находится вверху Соответственно, внизу находится плоть Вверху находится дух Соответственно, небо состоит из духовной субстанции И так далее То есть, качественный космос Где пространство само по себе представляет собой некую задуманную вещь Галилео Галилеи утверждает Нет, пространство не такового Движение относительно Ладно, сейчас Он, по-моему, довольно-таки... Я пропустил немножко здесь, я немножко выпал ненадолго. Мне нужно было чат обновить. Он у меня заглючил, ваш нижний чат. Так вот, он, по-моему, приблизительно правильно пересказал теорию средних веков. То есть, не только средних веков, и Аристотеля тоже. Одно дело Земля. Здесь одни законы, здесь свои законы, здесь правят стихии, огонь, вода, земля, воздух. А там в небесах правит эфир. Там вообще своя тема. Она духовная, она такая разряженная, простая, тонкая. Конечных естественных мест нет, поэтому движение имеет каузальную природу, а не телеологическую. Он правильно указывает здесь на то, что Галилей один из первых людей, который ввел в науке неразличимость законов, в общем-то, в разных вообще областях мира. То есть, в любом месте, в любое время работают одни и те же физические законы. То есть, движение происходит, потому что один атом сталкивается с другим, и всё. Одни или там одна вещь сталкивается с другой. Если нечто меняется во времени, видимо, и в пространстве, то есть, если в одном месте это одним образом работает, а в другом месте другим образом работает, значит, это незакон просто. От их совместного импульса порождается движение. Вещи никуда не стремятся. Оттуда рождается совершенно другой космос, другой мир. Так называемый изотропный космос, где не существует качественного пространства, а есть только количественное пространство. Да, Галилей первый ввел теорию относительности, правильная, правда, это исчислительная теория относительности. То есть, мы можем... Вот, Солнце. Правда, он не ввел это, это в средние века тоже было у Николая Арема, но ладно. Солнце, Земля. Мы можем рассматривать, что Земля кружится вокруг Солнца. Можем рассматривать, что Солнце кружится вокруг Земли. Нам, в принципе, похеру, как это рассматривать. Мы можем измерять это вообще по-разному. Ну, то есть, мы можем измерять это относительно. Относительно, вот, не знаю, вот точка отсчета. Наша точка отсчета Солнца. Измеряем. Теперь наша точка отсчета Земля. Солнце кружится, окей. А вокруг Солнца кружатся другие тела. И относительно Земли мы можем измерять их движение без проблем. Ну, тоже. Земля может вращаться, а может не вращаться. Солнце может вращаться вокруг Земля, а может Земля вокруг Солнца. В зависимости от того, на какую позицию мы становимся. Новый мир. Мир Платона-Аристотеля, мир средневековый, был устроен иерархически. Да, и Галилей, но он был математическим догматиком, очень таким активным. Он считал, что все можно исчислить, и все, все, как эта ему фраза называется? Исчисляй исчисляемое и делай неисчисляемое исчисляемым. Цитата из Галилея. Все нужно свести к математике, тогда все можно будет изучить и просчитать. Он обладал строгой структурой. Здесь с Дугиным согласен. Структурой, в которую вписывались люди, процессы, временные циклы и движения. Галилео Галилей открывает совершенно новый космос. Космос чрезвычайно страшный, но поймет это только Паскаль, а не он. Не сам Галилей. Галилей просто радостно разрушает космос средневековый. Очень радостно. С учетом, что один из его лучших друзей, то есть Папа Римский, был вынужден, как бы, ну, составить нашего великого замечательного друга и сидеть под домашним арестом за его великие открытия. Это, кстати, не самое худшее наказание, в принципе, довольно приемлемое, но он был довольно храбрый. О чем схему тыкает? Это шары. Что ты тыкаешь? Я не знаю, кто запомнил все эти шары, названия, но я уже не помню. Провевать совершенно иной космос, где материальные процессы, материальные тела управляются причинно-следственными сетями. Для чего, куда они бегут эти вещи, куда стремятся предметы мира, он говорит, никуда. Они стремятся потому что на одно оказывает воздействие другое. То есть... Да, совершенно верно. Вместо качественного понимания движения возникает количественное понимание движения. Ну, окей, здесь согласен, здесь Дугин хорошо трактует. Вместо иерархизированного, а не затропного пространства возникает и затропное пространство. И таким образом Галилео Галилей, хотя его относят к классическим физикам, его философские. Ну, физик тогда еще просто был философией. Физика была философией тогда просто. Еще разделом философии. Принципы, которые он обнаружил, становятся фундаментальными для нового времени, потому что он, и именно он, приоткрывает новый мир, с которым мы будем иметь дело в новом времени. Вселенная Галилео Галилеи — это вселенная, с которой он будет иметь дело в философии нового времени. До этого эта вселенная имела совершенно другую структуру. Она состояла из трех пластов, где мир людей находился в середине. Сверху был мир ангелов, снизу был мир демонов. И мир людей был между ними расположен не только физически восприятием, но и с точки зрения смысла. Потому что ниже человека, когда человек падал, например, он падал не просто физически, а он спускался в ад. Эх, и Данте Алигерия. Как мы любим Данте. Мораль строилась в такой тройной топике, которая имела географический аналог. Души грешных людей попадали под землю, вниз, а души святых наверх. И разное было отношение к спасению. В мире, в космосе, в средневековом центре можно было спастись. Наверху, на небе уже нечего было спасаться, там только все были спасены, святые. А внизу было невозможно спастись, в аду. И вот эта картина, где физическая... Ну нет, изиапка, это не шуе, это просто средневековая теория. Вполне так себе, рабочая. То есть он описывает сейчас одневековую теорию, он не утверждает, что это так в действительности, на данный момент. Реальность вписывалась в реальность духовную, моральную, качественную. Это была естественным космосом этого средневекового и античного мира. Космос, галерея вообще иной. И философство здесь надо по-другому, считает он. Другой автор, очень важный с точки зрения топики философии нового времени, это Фрэнсис Бэкон. Да. Который очень... А кто из них атомист, пожалуйста? Александр Геевич, напомните? Исходным образом... Я помню, что вы сказали, что главная черта данной философии атомизм. Кто из них атомист, пожалуйста? Я не помню, был ли Бэкон атомистом, вроде бы... Я точно не могу сказать. Я когда Новый Органон читал, я не обращал на это внимания. Фрэнсис Бэкон. Что он подразумевает под словом космос? Космос. Дело в том, что Галилей подразумевает под словом космос уже тот космос, о котором мы говорим. Для средних веков космос совсем другой. Вот и все. Вообще космос это порядок. Английский философ, он создает модель, как раз развивая идеи расцелина и номинализма. Он утверждает, что природа представляет собой совокупность предметов, которые... Не совсем так. Мы можем обрабатывать мир с помощью индуктивной логики, то есть создавать общие суждения на базе частных и с этим работать. Ну, это между прочим, как бы. Которые, на самом деле, не обладают никаким духовным измерением. Я в целом согласен, что акамизм, наверное, он более английский. Английский, чем неакамизм. То есть это свойственно Англии, наверное, больше. И, конечно же, и, конечно же, Роджер Бэкон здесь является некоторым продолжителем номинализма. Но он не является в чистом виде номиналистом. Здесь передатчики определенных идей имеются от номинализма. Я здесь соглашусь с Александром Геличем именно в этом контексте. Но... Которое... Есть но. ...представлять столько самих себя. И любые их комбинации, любые их объединения в рода и виды. Есть не что иное, как деятельность человеческого разума. И Фрэнсис Бэттон описывает. Съебал. Просто сейчас, смотрите. Сейчас я введу волшебное слово. Пьер. Пьер. И добавлю к этому слово Абеляр. Пьер Абеляр. Колдун. Великий мыслитель. Пьер Абеляр. Философия. Абеляр. В споре реализма с номинализмом Гастардона Балавала Абеляр занимал особое положение. Он не считал подобно расцелину идеи или универсалии только пустыми наименованиями или отвлеченными равными. Равно не соглашался с представителями реалистов, но Гильом Шампо, например, да, был, что идеи составляют всеобщую действительность. Да-да-да-да-да. А что же он утверждал? Напротив, Абеляр доказывал и заставил Гильома Шампо согласиться с тем, что одна и та же сущность подходит каждому отдельному лицу не во всем ее существенном объеме, но только индивидуально, конечно. Таким образом, в учении Абеляра заключалось уже примирение двух великих концепций, да-да-да-да, ну то есть вот он сформулировал вот эту вот слитую позицию, о которой Дугин говорит и которую он причисляет вообще-то номиналистам по какой-то причине. Почему-то он позицию Пьера Абеляра причисляет номиналистам, я, честно говоря, не понимаю почему. При этом он не озвучил концепцию Пьера Абеляра и что-то не очень круто озвучил концепцию номиналистов в целом. Странно. Что задача науки и задача философии это установить господство человека над объектами внешнего мира, то есть над природой. То есть это получается модерн, да? Модерн, мы говорим о философии нового времени, это есть модерн, да. Мы говорим о философии нового времени. Бекон, а... Это Ленинг, а у нас здесь философские стримы. Что у нас тут нового? Мы обсуждаем Гелича. Основатель философии нового времени считается просто классическим автором. Он выдвигает новую философскую программу. Смотрите, в чем ее... Не новую. Я уже рассказывал про непосредственно Николая Арема, Томаса Брадвардина и так далее, так далее, так далее. То есть эмпирическая традиция философии в средние века уже существовала и была развита. Ну развивалась, по крайней мере, там. Отличие принципиальной концепции Бекона, философии Фрэнсиса Бекона, от философии вот этой всей средневековой античной философии. Не всей. Нет, гелий и вишнющий нормально вещают. Не знаю папе чего. Когда человек средневековья или античности смотрит на космос, он видит... В нем на самом деле некоторые дополнительные измерения. Либо идеи, которые стоят за предметами, либо следы божественной мощи, божественного творчества, которое... Бекон не был атеистом, он верил в Бога. Как бы слегка касаются этих вещей, и которые он, постигая, может спастись. То есть отношение к миру, это отношение к чему-то священному, к тому, что несет в себе дух. Поэтому космос качественный, поэтому космос является моральным в каком-то смысле, и поэтому по этой модели иерархического... ...создано соответствующее государство, мораль, культура, эстетика и так далее. А Бекон в духе номинализма, а Бекон продолжатель номинализма, говорит, на самом деле вещи, ну это некоторое толпящееся перед нами недоразумение. А совокупность этих таких бессмысленных толп есть природа, окружающая нас. И наша задача не познать эту природу, именно познать дух ее, а победить, покорить. Для этого мы должны пользоваться повторением ее собственных, собственных как бы стратегий, потому что... Вообще о покорении природы, использовании каких-то практических плодов, говорит на самом деле еще и Кортезий, конечно же. И Кортезий тоже об этом говорит. Об этом говорит и Фрэнсис Бекон, об этом говорит и Роджер Бекон, средневековый мыслитель вообще-то, эмпирик. Но это немножко другой аспект. Просто с другой стороны, в философии нового времени, ну вот у Фрэнсиса Бекона, также имеется такой, другой аспект. Мы познаем, знаете, как еще? Мы познаем таким образом книгу мира. Таким же образом, как мы познаем книгу бытия. Книгу бытия и книгу мира написал Бог вообще-то. Познавая книгу мира, то есть природу, мы приближаемся к тому, что написал Бог в книге бытия. Ну то есть у Дугина немножко ограниченные представления о Фрэнсисе Беконе. Вот к чему. Дугин учился на философа. Смотря средневековый крестьянин в космос, хочет его победить. Да средневековому крестьянину плевать было. У него просто иногда проскакивают интересные мысли, но при этом куча шизы и заимствований. Насколько я понимаю, это стандартный постмодернист, ну такой странный дед. На самом деле духа в ней нет, есть дух только в человеке. Философии не существует. Ну я не могу ее потрогать, я согласен. Философии не существует, да. А задача человека подчинить самому себе природу. Такой задачи просто никогда до философии нового времени не ставилось. Херня. Полная чушь, не знаю, буржуазная пропаганда, платонический обман, не знаю, пещера Платона просто тотальная. Ну я уже сказал, что ставилось. Старые, о которых мы говорим. Роджер Бекон. Читай. Тленелка. Он во всем почти сейчас не прав. Тут лекция состоит из череды ошибок, неточностей и вещей, которые, ну, Дугину следовало, ну, просто вот, ну, хотя бы прогуглить. Как минимум. Ну, вообще, Дугин норм. Вообще, Дугин норм, но сейчас он очень странно трактует историю философии. Лизантьян, старорежимные философы, до нового времени всегда резервировали за природой какое-то священное измерение. Бекон говорит, да никакого там священного измерения нет. Просто подавить, покорить, называть так или так. Нет, он как раз был за познание, но просто со священным измерением тут сложности есть определенные. Подавить, работать на нас. По сути дела, человек оказывается единственным носителем духа. Бессмысленные слова в 21 веке, постмодерны, постмодернизм. Слова касаются, скорее, всего будущего. Я не знаю. В мертвой вселенной. Согласен, Маркус, он говорит очень уверенно, но тут просто местами проскакивают очень жесткие косяки. Ну, Бекона можно просто хотя бы почитать для начала, чтобы утверждать, что вот он только так и считал. Мы берем новый Эрганон и читаем, что он, в принципе, стремился к познанию, как и почти все философы. Это очень принципиальный вопрос. С этого начинается научная программа. Покорить... А в каких темах, кроме Хайдегера, Шарид Дугин? Ну, я читал его текст по социологии и воображению. Вполне хороший текст. Ну, там, конечно, есть проблемы определенные, тоже профессиональные. Дугин очень часто торопится. Но нормальный текст, это приемлемый текст. Есть Генон, например, да, тоже. Дугин в этом шарит. Ну, вот здесь очень много косяков прям подряд. Причем, понимаете, я плохой историк философии. Я вообще отвратительно знаю историю философии. Это на самом деле я любитель. Вот я любитель. Я историю философии познал. Я просто читал различные тексты. Читал сами тексты. Читал энциклопедии разного рода. Ну, и я слаб. Я, честно говоря, я очень слаб в этом. Но я вижу тут огромные косяки. И наука, основателем которой в Нового Времени считается Фрэнсис Бекон, именно для этого и служит. Подчинить мир через познание. Но познание таким образом, как покорение. Познание тоже действует. Сочинения и опыты Бекона стоит читать. Новый органон стоит прочитать, я считаю. Атлантиду можно прочитать там весело. Покорению. Бекон, кстати, несложно пишет, поэтому, да, он хорош, он интересен. Читить, чтобы манипулировать, чтобы изменить, чтобы заставить служить. То есть здесь возникает очень... Ну, понимаете, в чем проблема? Александр Герьевич Дугин выводит на первый план тот пласт философии. Ну, то есть вот этот вопрос, подчинить, подчинение, естество испытания, пытать природу и заставлять ее делать что-то под себя. Ну, этот аспект был, этот был, но он не единственный. В этом проблема. Такой совершенно... То есть именно мы испытаем природу, выпрашиваем ее. Хотя нет, понимаете, здесь даже, опять же, естество испытания. В этом слове не заложено тоже вот. Того, о чем я сейчас говорю, простите. Греховец, да, про Атлантиду есть диалог Платона, во-первых, а также у Бэкона есть текст в жанре утопия, тоже про Атлантиду. Совершенно особый подход. Соответственно, мы видим продолжение номинализма у Бэкона. Дальше, еще один представитель классик философии нового времени, Томас Бобс. Вы не представляете, как я рад тому, что я столько всего помню до сих пор. Я думал, я всего этого не знаю и не помню, а я тут беру и воспроизвожу сходу. Прикольно. А Декард будет хотя бы? Декард? Он продолжает традиции номинализма. Прикольная фотка. Если это реально Томас Гоббс. Да, вроде похож. Опять. Опять с его точки зрения предметы являются индивидуальными. Томас Гоббс. Его классическая книга Левиафан. Да. По политологии. Да. Он продолжает номинализм, но он ставит... Блин, он продолжает номинализм, но это некорректно уже говорить. То есть он так же, как с платонизмом, к платонизму все свел. Это было не очень корректно. Вообще крайне некорректно. Так и с номинализмом тоже некорректно. Я не знаю, к чему это. Александр Левашов. Ну, пропытать природу это как продолжение антропоцентризма христианства выглядит. В том числе. Кстати, Александр, здесь тоже интересную вещь. Вы заметили? Нет, я не христианин, я абсолютный скептик. Так вот. Вы интересную вещь заметили, что в христианстве аспект испытания природы, ну, то есть природа дана Богом человеку, как в том числе инструмент. Животные даны человеку, и он может сделать с этими животными, в принципе, все, что угодно. Их там употреблять в пищу, подчинять их, использовать как угодно. Ну, вот то есть такое есть в христианстве, такой аспект он имеется там. И он передается, в том числе и науке. Ну, в итоге передается. Но через определенную цепочку передатчиков, конечно же, философских. То есть... Дугин почему-то пытается это исключить. Ну, это странно. Это как схема антологического положения природы философии фашистских дедушек. Ну, типа того. Собой задачу рассмотреть совокупность общества... Кстати, один из первых социологов, можно считать. Оплатон, Аристотель. Рассмотреть общество как систему природных тел. Ну, вот согласен. Принесение подхода номинализма на общество. И он тогда изучает. Он говорит, одна из его идей, что человек человек уволк, что человек является некой агрессивной инстанцией, которая действует исходя из собственных интересов. А представление о морали является довольно искусственными, и второстепенными влияниями, которые индивидуальный человеческий эгоизм способен при определенных обстоятельствах с легкостью опрокинуть и разрушить. Отсюда у Гоббса он вводит понятие естественного состояния человека. Тленингом мы сейчас разбираем не то, как должно, а то, как считали люди до нас. Вот так вот. Притом некоторые тенденции, вот они считали наоборот. ...ковеческого общества, которое напоминает состояние атомов Демокрита. То есть... Чем? ...с точки зрения общества, Томас Гоббс конституирует атомарную природу общества. Единственный способ общества хоть как-то не распасться и не перерезать друг друга во всеобщей войне, это заключить социальный контракт. То есть атомы между собой договариваются и создают какое-то тело. Причем для того, чтобы избежать всеобщей резни. Да, вроде бы такой аспект философии Гоббса есть. Томас Гоббс предлагает этим атомам индивидуумальным так соединиться в государство, которое называют Левиафаном, чтобы дать этому государству полномочия и полновластие над всеми ими. Иначе, если им предоставить свободу, плохие по своей природе, такие агрессивные, эгоистичные люди, уничтожат друг друга и человечество. Вот такое представление Томаса Гоббса, который переносит физические концепты номинализма и атомизма на социальную сферу. Он один из главных теоретиков политики нового времени. Три классика политической науки сформировали представление о политике нового времени. Философия... Андрей, какие там были логические заблуждения в обосновании общественного договора, пожалуйста? ...политики нового времени. Это Томас Гоббс, это Никола Макеавелли, это... Жан Боден. Нового времени. Никола Макеавелли, Никола Макеавелли, окей. Новое время, да, Никола Макеавелли? Мы запомнили. Никола Макеавелли, итальянский мыслитель, политический философ, автор трудов, Флоренция, Флоренция, государь. Дата рождения 1469 год. 1969 год, как бы. Угу. Новое время. Угу. Ага. Ага. Да, вот он прям Гоббс практически. Интересно, интересно, очень интересно. Ну ладно, давайте прочитаем даже еще теснее. Эпоха Возрождения, давайте. Эпоха Возрождения. Причем, понимаете, он Томаса Гоббса сначала произносит имя, а потом Николу Макеавелли внезапно. Эпоха Возрождения, ну что уж там, аргументум от Гуглиум мы проводим здесь, распространяем. Эпоха Возрождения, давайте, философия. Вы не поверите, где он тут, давайте Никола, Николай Кузанский, Николай Коперник, Никола Макеавелли здесь. Представляете себе, представляете себе Николая Никола Макеавелли. Почему? Непонятно. Никола Макеавелли говорил о князе, как о государе, как о абсолютно эгоистичной модели управления государством технологической. Жан Боден утвердил концепцию суверенитета, Томас Гоббс идея Левиафана. Вот Томас Гоббс из них, ну, в большей степени, чем остальные, творцы именно политики и политологии нового времени. Ребята, что за лысый сноп? Кто из нас? В науке нового времени Томас Гоббс утверждал идеи именно философские. Он основал в значительной степени одну из базовых в современной политологии и социологии моделей устройства общества. Википедию пробрались враги и переписали. Да окей, тогда во все книги, которые читал про Макеавелли, пробрались враги и переписали их. Опять же, философским образом построенный по принципу номинализма. Макеавелли вообще не философ, это все равно, что Суркова философом называть. Вы знаете, Дмитрий Романов, по-моему, многие люди говорят, ну, знакомые, что у Макеавелли есть не только политический аспект философии, но и многие другие. Так что все норма. Ну, то есть, наверное, норма. И атомизма. Самой яркой фигурой философии нового времени является Рене Декарт. Согласен. Ну, может быть, не согласен, но один из... Вот о Декарте мы немножко говорили, когда говорили о парадигме модерна. Рене Декарт, его задача, он поставил перед собой задачу, построить совершенно новые философии на другом основании. Начинает он со скепсиса, из принципа сомневаться во всем. Omnibus dubitantum, говорит Декарт. Все философские системы, констатирует Декарт прошлого, были построены на вере в некоторые аксиомы. Либо в Бога, в Хворца мира, либо в мир идей, либо во что-то. Либо в объект, либо во внешний мир. Он перебирает разные модели. Но все они требуют аксиоматические веры. Мы же должны построить совершенно новую философию, новую науку. Новую, обратите внимание, новое время, новая наука. На принципе того, что не верить надо ни во что из-за того, что верили раньше. Сомневаться во всем. И сомневаясь во всем, сомнение становится базовым инструментом новой философии. Херня полная опять же. Кортезий хотел найти очевидные положения просто. Ну то есть ему нужны были очевидные положения, с помощью которых можно то или те или иные вещи доказывать. Поскольку этих положений он в старой философии не видел, он их сам сформулировал. На самом деле его стратегия мало чем отличается от стратегии практически всех мыслителей до него и после. Вот в чем проблема. Конечно, для, например, в средневековье такой принцип невозможен. И для античности. Мы говорили, что в одном случае в античности у Платона это удивление лежит в основе философства. Да, невозможен для античности. А где появились-то скептики? Самая главная школа скептиков, самая большая за всю историю человечества. Где она была? В Греции, в античном мире. Ну то есть античный скептицизм, абсолютный скептицизм. Не знаю, платоновский скептицизм в средней академии, который противоречил вообще всем тенденциям платонизма в целом. Софистика тоже околоскептическое какое-то вот явление. Декарт же спорит с радикальными скептиками. Это не были его взгляды? Нет, ну он называет себя радикальным скептиком, но он просто заблуждается. Я думаю, Кортезий просто не понял, кто такие скептики. Он там немножко себе в голове там немножко перемешал это, и у него получилась довольно странная концепция. Тем более скептиком до Кортезия является, ну например, Монтэня. Это просто тупо христианский мужик, это христианин, который критиковал общество обыденное довольно очень странным путем. То есть он был моралофагом, так скажем. Он до всех докапывался. Он писал в своих опытах известных о том, ну какие все лицемеры, у какие все плохие. И вот он такой скептик был интересный, очень морализующий, у него много морализации, в общем, для скептиков. Были еще промежуточные такие около скептики. То есть, смотрите, в философии нового времени, на самом деле, и в философии возрождения, никто на самом деле не понял адекватно скептицизм античности. То есть таких радикальных проявлений скептицизма, как в античности, не было нигде. Но почему-то Кортезий назвал себя радикальным скептиком, ну и окей. Вера, уже это основа философствования, схоластники. Средневековая философия, вера в Бога, как активный импульс реорганизации философского социального процесса. А здесь сомнение становится главным инструментом философствования. Не согласен. И это свойство. Математика. Что нового времени? На самом деле, мы опять... На сомнение всем плевать. Видим, в некотором смысле, продолжение. Сомнение технически не может быть методом познания. В воздействии и атомизма, и номинализма, потому что номиналисты сомневаются в духе, сомневаются в существовании у мира священника. В том, что кто-то сомневается в духе, еще не значит, что он скептик. Если кто-то сомневается в материи, еще не значит, что он скептик. Если кто-то сомневается вообще хоть в чем-то отдельно, это не значит, что он во всех областях является скептиком. А скептик – это тот, кто во всех областях сомневается. Одинаково. Все. Ну... Священного измерения. И это сомнение... Эпикур – это сомнение в больших рассказах. Эпикур. Декарт предлагает сомневаться во всем и подвергнуть все философские аспекты сомнению. А что же окажется таким очевидным, несомненным с этой точки зрения? Что-то должно остаться, но что-то есть. Ну, для скептика – ничего. Говорит Декарт. И он думает, да, действительно, чтобы что-то такое и есть. А, вот я мыслю, говорит Декарт. Следовательно, это есть. Да, он так быстро это говорит. И вот возникает идея когета эргосума. Когета эргосума. Ну, проблема заключается в том, что один из основных методов познания для Декарта – это математика. То есть рационализм Декарта прежде всего математический. И даже не логический, не столько логический. И логика, как индуктивная логика, начинает формироваться и проявляться в эмпирическом кружке. Ну, то есть это Фрэнсис Бэкон и его последователи. Как ни странно, нередко это переводят более утонченным способом. Я сомневаюсь, следовательно, я существую. Поэтому мы можем усомниться в сомнении. То есть сомнение не имеет никакого значения тогда получается. И последним, в чем мы не смогли усомниться, является я. Потому что я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Чего бы то ни было, для Декарта это факт того, что он мыслит. Можно было бы сказать так, сомневаюсь, значит что-то есть. Да. Нет. Сомневаюсь, значит что-то есть. Сомневаюсь, значит я есть. Я сомневаюсь, значит я есть. Кто-то же сомневается, значит этот кто-то есть. Я мыслю, следовательно, я существую. Ведь кто-то же все это помыслил. Кто-то усомнился в боге. Кто-то усомнился в математических преобразованиях. Кто-то усомнился в материи. Кто-то усомнился в эмпирическом опыте. Кто-то во всем этом усомнился. А кто же это был? Я. И значит, я есть. Там, на самом деле, очень простой рассуждение такое. Если есть кто-то, кто сомневается, значит, тот, кто сомневается, есть. Ну, можно сказать так, потому что мысль в данном случае, эта мысль представляет собой с точки зрения Декарта систематистическое сомнение. И вот когда Декарт выводит это представление о том, как доказывается бытие, на самом деле, то он привозит модель мышления. Если есть мышление, значит, есть и бытие. Если есть тот, кто мыслит, значит, тот, кто мыслит, есть. Кто-то же есть, он говорит, вот, значит, он и есть. Это один элемент. Дальше. Смотрит Декарт вокруг. А вот что вокруг нас находится? Вот это там, какой-то такой собака, там, дохлая, спнул ногой. А она мыслит, интересно? Ну, явно нет. Или какой-нибудь... Так она мёртвая. Проблема заключается, Декарта, в том, что животные у него тоже не мыслили. Он как бы закрепил такую христианскую позицию, согласно которой у животных нет души. А они не мыслят, соответственно, тоже. Бедные. Это концепция, кстати, и Хайдеггеру тоже в итоге передастся. Или какая-то кучка мусора. Явно они не мыслят, следовательно. Но тот, кто мыслит и который есть, видит это, чувствует, воспринимает, значит, это тоже есть. И вот на этом возникает философская топика нового времени, которая называется дуализмом или рационализмом. А ещё картезианством. От слова Декарт Кортезиус. Его по-латы не имеют. Не следует путать дуализм и рационализм. Дуализм 2. Почему философия Кортезия называется дуализмом? Потому что он указывал на то, что в мире существует вещь протяжённая и вещь мыслящая. Вещь протяжённая – это материя. Она протяжённая, потому что это неразделимая материя, которая вот везде. Это не атомы. Это некоторые опейроны. Это всё везде совсем связано. Это единая целостная материя, с которой мы уже как бы соединяемся в определённых вихрях вроде бы. Я уже точно не помню. Ну, неважно. А есть вещь мыслящая. То есть мы – люди. И вот этих вот сущностей две. Две. И поэтому это называется дуализм. Рационализм не сводится к дуализму, а дуализм не сводится к рационализму. Здесь просто случайное пересечение дуализма и рационализма у Кортезии. Всё. У Декарта всю философию христианства портит, всё интересно и логично, а потом он начинает доказывать существование Бога. Да нет, там сзади много всего. Шадов, тебе не надоело его слушать? Да нет, нормально. Он много ошибок допускает, это весело. Звучит. Итак, это называется дуализм, потому что есть две вещи. Сам Декарт называет их... Только они не сводятся к рационализму-то. Где гачи микс-то? Я не вижу гачи микс-то. Рес Коганс, это мыслящий... Вот, вот он сейчас расскажет то, что я рассказывал, но он почему-то совместил вот то, что я рассказывал, с рационализмом. Хотя это совмещается именно у Кортезия. Вещь или нечто мыслящее? Да, ребят, 500 рублей за танец под гачи миксы, и гачи микс закидывайте. А Рес Экстенса, это вещь протяжённая. Иногда вместо Рес Коганс по латыни он использует термин Esprit, то есть дух или сознание, мышление. А вместо Рес Экстенса протяжённость, это анлю французская. Вот это Декарт считает абсолютно достоверными вещами, сомневаться можно во всём, кроме того, что существует Рес Коганс и Рес Экстенса. Это без сомнения. И начинает строить новую науку и новую философию, новую, обратите внимание, подвергнув всё прошлое, античное и средневековое сомнению, он начинает строить философию. Но далеко не всё. Философия отталкивается от этих двух понятий. Вот вообще далеко не всё. Есть субъект и есть вот этот объект протяжённости. Соответственно, базовая двойственность между субъектом и объектом. Дугин переоценивает новаторство Декарта в данном случае. У Декарта важно, почему называется рационализмом его учение. Потому что начинает он всё-таки с субъекта. Да, с я, с Когета. 28 мне лет, Анди. То есть смышление, Когенс. Он говорит о том, что он мыслит и из этого... Так это время, а не пространство, в том и заблуждение, кто, где, когда. ...выводит так называемый антологический аргумент. Следовательно, это нечто и есть. Поэтому это рациональное представление. А если бы не мыслил, например, то, мол, и ничего бы и не было, или мы не можем ещё сказать о другом. Вот это представление о дуализме, который утверждает существование и субъекта, и объекта, на основании мыслительного процесса субъекта. И поэтому это такой создаётся дуализм. Вот это топик, я, по-моему, в этом говорил на предыдущих лекциях, что именно в этом мире происходит становление и до сих пор современной науки. Это и есть основа нашего понимания мира. Разделение на субъект и объект. Мы все являемся в той или иной степени... А, дуализм мыслей, окей. Друзья, напоминаю, что наука непосредственно пережила несколько переворотиков небольших таких, которые называются научные революции. Так вот, до самой большой научной революции, ну, то там Эйнштейн, Максвелл и так далее, так далее, так далее. Вот, 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 да. До конца девятнадцатого века и до начала двадцатого, получается, учёные вполне так находились внутри христианской топики. Почти все были христианами, ну, либо как минимум деистами. А иногда даже богословами многие были. Многим нравилось богословием заниматься, как бы, и они были богословами просто. Вот, вот, так вот получалось, что почему-то многие учёные были богословами. Какая случайность. Аббатами. И так далее, так далее, так далее. Неожиданно, да? Картезианцами. И для нас даже сложно представить себе, что может быть как-то иначе. Когда мы говорим о среднеуковом мировоззрении, это очень сложно представить себе. А картезианство для нас, это естественно, вся наука всегда стремится к выделению, где субъект, где объект. И разница между ними, чёткая грань между субъектом и объектом. Соглашусь здесь с тем, что разницу между субъектом и объектом, ну, по большей части, вёл философию картезий. И в итоге это прижилось в науке. Абсолютно согласен. Александр Садыков пишет. Да какая разница, учёные изобрели компьютер, через который ты стрибишь, окей. А вот учёный, который изобрёл кружочки. Снова вот этой философии нового времени. Таким образом, этот рационализм или дуализм картезианский становится мейнстримным одним из главнейших базовых направлений в философии нового времени. Херня. Тут немножко по-другому. Ну, то есть, не этот самый дуализм, а немножко изменённый, потому что вот эта вот вторая РЭС, которая протяжённая. Ну, как бы учёные не верят в то, что вот эта вот РЭС, она является протяжённой. Они верят в субъект и объект. Я и не я, получается. Теперь вопрос о Боге, например. Можно сказать так. Помните, мы говорили, что новое время ликвидирует Бога. Мы и так видим, что все основные тенденции и Галилея, и Бекона, и Декарта, так или иначе, не начинают уж, как минимум, с Бога. Не начинают. Но признают его. И Декарт, когда он задаётся вопросом, смотрите, опять очень интересно, галилеевским вопросом о причине. Не аристотелевском, о цели. А галилеевским вопросом о причине. Вот откуда мыслящая? Откуда я вот мыслящая? У Аристотеля был вопрос и о цели, и о причине. Цель – это благо, а причина – это перводвигатель. Ну там Бог, Демиург, по-разному его можно называть. Но это перводвигатель, недвижимое, неделимое, то, что вызывает всё движение. Тогда Декарт говорит, наверное, меня сделал Бог. Бог как причина. Он создал мир, создал меня, создал мир вокруг. Аргументы о движении, откуда в Средневековье? От Аристотеля они идут, ну лол. И дальше больше в этот мир не приходил. То есть это причина. Это не Бог живой, не Бог, который открывает себя через чудеса, через соучастие в мире, через проведение. Декарт отрицает и проведение, он говорит, что мир создал, вот Бог создал мир, а дальше он сам по себе существует. То есть это одноразовое такое вот включение Бога, потому что откуда-то должен появиться субъект и объект. Он, значит, соответственно, Декарт обосновывает существование Бога особым способом. Дугин иногда как будто просто забывает про дохристианскую философию. Проблема в том, что даже с христианской философией что-то вот не то. Потому что та самая замечательная, прекрасная причина, это уже у томистов проявляется. Потому что у Аристотеля и причина, и цель. Сейчас, давайте еще поясним. Аристотель. Четыре, в общем-то, важнейших, не знаю, аспекта бытия, которые он так или иначе разбирает. Вот это материя. То, из чего что-то сделано. Форма. То, как это сделано. То, в какой позиции, в каком положении оно находится. То есть еще первый двигатель движения. То, откуда это происходит. Откуда происходит движение. Откуда оно идет. И куда все это движется. Ну, то есть цель. Цель это благо. Ради чего все это существует. Ради блага. У Аристотеля все вопросы заданы эти. И у томистов тоже вообще-то. Правильно новым по отношению к вере. Это так называемый деизм. Или бог философов. В отличие от теизма, который бог верующих. Бог вмешивающихся в историю. Бог вмешивающихся в мир. Бог философов. Это бог причинный. Бог гипотеза. Бог. Временами причина становится следствием так. Проблема заключается в том, что перипатетическая причина не может быть следствием. Это начало-начало. Концептуально утверждаемый в начале всего. Начало-причина следственных связей. Вот потому что в начале что-то должно быть. И вот это в начале берется и рассматривается как деус. Бог. Но это другой бог. Нет. Это аристотелевский бог вполне. Другой. Это концептуальная абстракция. Мыслящего субъекта. Бог средневековья. Андрей, мы сейчас находимся в топике европейской культуры. Поэтому мы сейчас не обсуждаем, что есть, чего нет. Что причина, что следствие. Мы сейчас просто историю философии припоминаем. А быть может, на самом деле, все очень по-разному. Согласен. Это бог веры. А идеи античности – это объекты прямого интеллектуального созерцания. Совершенно другое, нежели рациональный бог философов. По сути дела, вот так или иначе, именно с Декартом сопрягаются различные направления философии нового времени. Но параллельно Декарту, и в общем-то Декарта оказала огромное развитие на европейскую философию того времени, появляется фигура в Англии Исаака Ньютона, которого мы знаем. Лучик, да. Бог и первопричина ученых – это Большой Взрыв, да. То есть, да, это та самая теория, которая генеалогически восходит к той самой аристотельской теории первопричины, теории бога-христиан, к доказательству от движения. Это и есть Большой Взрыв, именно. Вы правильно видите аналогию историческую, так и есть. Которого мы знаем как... И эту теорию вообще-то придумал, по-моему, тоже какой-то верующий, тоже богослов, наверное, какой-нибудь, я уже забываю. ...основатель современной физики, который является одновременно философом. И он является полемистом с Декартом. Ньютон-философ интересен, в первую очередь, для формирования философии нового времени, как оппонент Декарта. Но оппонент уже в контексте вот этой парадигмы модерна, в новом времени, в философии нового времени. Что Исаак Ньютон противопоставляет Рене Декарту? Он говорит, вот когда Декарт и картезианцы начинают осмыслять... Андрей, причина в опоре Зенона это бытие, которое неподвижно, недвижимо, нераздельно. Причины там, на самом деле, может быть и нет, потому что нет причины следственных связей. А почему нет причины следственных связей? Потому что нет движения. Ничто, ни из чего не развивается, потому что все находится на месте. Абсолютный закон тождества. Абсолютный закон неразличия. ...мир, они постоянно оперируют к разумному субъекту, так как к самые главные последние инстанции, выносящие свое решение относительно устройства мира. В частности, они говорят о тонкой материи, невидимой глазу, которая для духа должна быть для объяснения некоторых магнитных явлений и так далее. Ньютон, продолжая Фрэнсиса Бэкона, утверждает, не делаю гипотез, гипотеза с нон финго, и утверждает, в опыте, в опыте ничего, кроме в опыте. Иными словами, для Ньютона существует только вещи, мир вещей, мир атомарных вещей, которые на самом деле... Абох. Напоминаю, что Ньютон был, если не ошибаюсь, деистом, во-первых, а во-вторых, верующим христианином, который занимался своими исследованиями физическими, для того, чтобы рассчитать... Спасибо, Александр Садыков. Отдохнем после Дугина. Отдохнем обязательно. А, нет. Че-че. Там у нас будет философия для бакалавров еще впереди. Ну ладно, отдохнем, отдохнем. Тихо. Нет, не отдохнем. Мы не отдохнем. Закажите, пожалуйста, что-то другое. Потому что мы не можем это смотреть на канале. К сожалению. Ну то есть... Вы видите вот эту штуку. Вот эта штука, это то, что меня по попе шлепает после того, как все нехорошо. А про бакалавров мы посмотрим чуть позже. Досматриваем Дугина. Ну сегодня, сегодня, правда, но чуть позже. И автономное существование от субъекта. И субъект, для того, чтобы правильно составить само представление опознаний, должен понять эти объективно существующие вещи. То есть мир теперь уже, смотрите, постгалилеевский, постбэконовский. Как вариант, я могу отключить Twitch и YouTube после стрима в конце и отдохнуть под вот эту вот мелодию замечательную. Вот только если так, Александр. Вполне приемлемый вариант, кстати. Пост картезианский приобретает характер некого совокупности протяженных, протяженных материальных вещей, некого материального явления, который в значительной степени не зависит от наблюдателя, от субъекта. Возникает почти объективный мир. Если мы говорим, что картезианский дуализм основан на паре субъекта... И субжан, спокойной ночи. ...объект. И в общем Декарт начинает с субъекта, мы видели, Когито. Райскогенс для него гораздо важнее. Он через субъекта, через Когито определяет такое явление, как бытие, сумм. Есть мысль, следовательно... Илью Николаевичу уже посмотрели, конечно же. Следовательно, я существую. Это был жесткий батл. А для Ньютона наоборот. Что-то существует, следовательно, вот что-то из существующего мысли. То есть он идет от бытия, а не от мышления, или от объекта, а не от субъекта. Соответственно, для Ньютона очевидно, что есть мир, очевидно, что есть тела мира, очевидно, что есть законы сил, которые воздействуют на эти тела мира. И человеку, как субъекту, которого он не отрицает, просто предлагается понять, как этот мир устроен. Есть и у Ньютона свой бог. Как был у Декарта вот этот бог-философа-концептуалиста, который должен предшествовать появлению мыслящего субъекта. У Ньютона есть свой бог, но он выполняет уже совсем другую функцию. Это бог-часовщик. Ньютон, просчитывая движение планет, траекторию планет, пришел к выводу, поскольку тогда была теория эфира, что они должны, как вот пластинка старая, постепенно стачиваться, изнашиваться и менять свои траектории. Поскольку существует эфир, существует сила трения, существует инерция, те принципы, которые он вел в концепции движения. И для того, чтобы они, планеты, не сходили с своих орбит, должен быть бог, который их будет переставлять физически, бог-часовщик, бог, который периодически заводит космические часы. Если у Декарта бог, его существование обуславливалось субъектом новой топики, новой философии, нового времени, то у Ньютона бог обуславливается объектом. Чтобы процессы в мире проходили по определенной логике, необходимо их периодически поправлять. И вот тот, кто их поправляет, есть бог Ньютона. Еще одна гипотеза, бог, который вытекает из объекта, а не субъекта. Ну и, конечно, этот бог не имеет ничего общего с христианским богом Средневековья, с теизмом или с идеями античности. Но формально говоря, в Средневековье бог уже не вмешивается в дела людей. Опять возникает некая новая концепция. Существуют атомы физических тел, материальных объектов, которые конфигурируются по-разному, у них есть опленная гармония. Кстати, не помню, был ли у Ньютона атомизм. Гармония, которая подстраивается богом-часовщиком и которую можно понять через опыт. Может быть был, я уже точно не скажу. То есть, помощью изучения того, как все это происходит, выстраивая и изучая, почему происходит то, что происходит. У каждого события должна быть причина. Соответственно, причина должна быть материальной, причина должна быть достаточно очевидной. И если мы будем прослеживать ряды событий во внешнем мире, то мы постигнем философию устройства мира. Еще одна модель. Видите, как развивается, в новом времени расходятся лучи этого дуализма. Кто-то двигается, как Декарт, в сторону рационализма и субъектности, кто-то в сторону объекта, как Ньютон. И вот здесь при этом, да, сейчас, при этом важно не столько, отрицают они бога или нет. Все они признают бога, абсолютно все. Но подразумевают они уже совсем иные вещи, чем те, кто верили в бога, например, в предыдущей, в предыдущей модели. Ну, вполне, вполне возможно, он реально отрицал троц. Че дальше? Еще что-то страшное будет. Ну, ну, ну. Философия для бакалавров идет 14 минут. Но там мы смотрим со второй минуты и надо посмотреть. О, Стас. Значит, посмотрим еще и Стаса. Вместо мелодии, окей. Супер. Спасибо большое, Александра. Большое спасибо вообще, друзья, всем, кто нам сегодня закладывает прям денежки. Это замечательно. Я себя чувствую настоящим убер-маргиналом. Я получил, кажется, повышение недавно, да, после стрима с убер-маргиналом. И я теперь получаю приемлемо. Ньютон был оккультистом. Ему было пох в науке. Ну, он странный был, но не пох. У кого Ньютон мог позаимствовать свои идеи? Но он находился в контексте своей похи. Он довольно-таки обычный мыслитель в этом контексте. Напоминаю, что теория импульса, которая в итоге оказалась в теоретической системе Ньютона, она взята из теории импетуса в средние века, которая возникла. И которую развивал тот самый знаменитый Роджер Бекон, о котором я часто говорю. В 32 раза больше я плак-плак просто плачу. Я тримфально утверждаю космос нового времени, философию нового времени. Вдруг Блэс Паскаль говорит, мне очень одиноко... Куда ускорить? Мы и так ускорили Дугина на максимум, друзья. ...в этом мире, который скрывается. То есть мы так быстро разбиваем идеальные миры, и вдруг в этом изотропном... Александр, там еще одно видео, кстати, перед этим, поэтому, ну, можете закинуть, чтобы в два раза быстрее было. Просто тут 7 минут вы закинули на сколько? Ну, поменьше, в общем. Можете еще 70 рублей закинуть, и норм. В космосе Галилея, в этом материальном космосе Ньютона, окруженная этим res extensa, бессмысленными просторами холодной материи, я как кусочек носитель духа, носитель мышления, говорит Блэс Паскаль... Ну, Стаса, мы и так ускорим. А может быть и нет, там 7 минут всего-то, там уже под конец будет, друзья. Я хожу между безднами. Это какой-то крайне такой мрачный... в мрачном положении оказался. И многие экзистенциалисты позже, в 20 веке, к нему апеллировали, Блэс Паскаль. Чем он интересен? Потому что, в принципе, это некоторый признак того, что философы мысля в рамках нового времени начинают чувствовать какую-то проблему неуютно. Если Декарт с удовольствием занимается своим сомнением, если Ньютон радостно открывает новые законы, свойственные самому физическому миру, эмбирически, то Блэс Паскаль дает нам это абсолютно философ нового времени. Это крупнейший философ нового времени. Но он одним из первых замечает о том, что вот эта мыслящая точка гигантской бесконечной вселенной, оказавшаяся, по сути дела, случайно в этом мире, без всякой логики, без всякой связи с идеями, с идеями, с проведением, с Богом, без всякого качественного космоса, что ей чрезвычайно грустно быть так. Так возникает философский пессимизм. То есть в новом времени, в этой картине, помимо радостных, неспровергающих... Мне одиноко, мне грустно. Помните видео в самом начале? Вот она. ...старого, есть еще грустящие новые, такие новые грустные, такие как Блэс Паскаль, которые видят, что, вот как он пишет, пространство вселенной поглощает меня как точку. Мыслью же я объемлю... Но здесь он правильно просто пересказывает Паскаля, насколько я помню, поэтому я ничего не говорю. Мыслью же я объемлю все. То есть идея того, что как физическое тело, он теряется в этой вселенной, одновременно его интеллектуальные претензии огромные, и между ними, в этом дуализме картосианском субъекта, объекта, экстенса... Чем Стас интересен зрителям? Тем, что он матерится. Складывается драматическое противостояние. Это драматический дуализм субъекта и объекта. Тем, что Стас эмоционально, ну, в общем-то, неполноценен, он на всех агрится, он очень злой и агрессивный человек в целом такой, но он очень импульсивен, вот. Его легко разозлить, и в интернете это чревато. В интернете это реально очень чревато, ввиду того, что, ну, все, конец Стасу. Так или иначе, взаимодействие с радикализмом, дуальным радикализмом Декарта, возникает философия Бенедикта Спинозы. Да, и у Паскали был бог, но это был бог личный, бог, к которому обращается вот этот затерянный человек для того, чтобы индивидуально спастись как раз от этого мира, который построил Галилей. Тоже есть, он религиозный философ. Вначале, кстати, он тоже сомневался в этом боге, а потом его находит как моральное утешение за это экстра периферийное положение во Вселенной. Нет, нет, как некое спасение, как горизонт, который позволит вынести этот ужас того мира, который возник. Теперь Бенедикт Спиноза. Это совершенно специальный взгляд на мир, который утверждает, что бог находится не в трансцендентном измерении, не до мира, а внутри мира. Спиноза не является большим новатором, но его философия сама по себе не является новаторской, так скажем. То, как он пытается доказать эту философию, вот что новаторство, вот что является квинтэссенцией непосредственно Спиноза, вот то, что делает его, так скажем, великим философом, его способ доказательства, концепция своей. Блин, а пантеизм он уже и в эпохе Возрождения был, как бы, и не только, ну тут как бы тут странно. Это название, пожалуйста, флатишек. Кстати, кому не интересно, можно, наверное, так, идти в эту философию, не обязательно слушать. Как-то так интересно, поразмахивая руками. Модераторы, пожалуйста, не забывайте одобрять сообщение. Беседовать оживленно. Почему приходится это мне делать? Обаятельно. Значит, пожалуйста. Спиноза аргументирует лучше или что? У него особый способ аргументации. Он применяет чисто математические рассуждения в духе геометрии, ну то есть в духе непосредственно геометрических начал Евклида. Представляете, он философствует так, как будто бы выводит из аксиом теоремы, из теорем другие теоремы и так до конца. Переходит от метафизики к этике. Потрясающе просто. Привет, Богдан. Пожалуйста, выйдите, кто кому скучно. И все. Или помолчите еще полчаса. Так, значит, по поводу Спинозы. Значит, Спиноза предполагает, что... Делает следующее допущение. Если мы не можем найти Бога вне мира, значит, Бог должен быть внутри мира. И дальше он учит концепцию апантеизма, создает о том, что Бог и есть природа. Что не надо противопоставлять средневековый мир и его творца. Но полтонизм не апантеизм. Или мир феноменальный, как у Платона в античности, и мир идеальный. Есть только один мир, и он есть Бог, говорит Спиноза. Поэтому существует только природа, которая разумна. С точки зрения Спинозы, он говорит, что разумен и субъект, и объект в равной мере. Разум присущ всему, и поэтому субъект есть объект, а объект есть субъект. То есть такое интересное и ультра-имманентийское решение проблематики, которое выдвинуло философию нового имени. Вообще он довольно странный автор, который тоже, кстати, вдохновляется эпикуром в значительной степени и демокритом. Но он решает картезианский дуализм в пользу того, что существует нечто объемлющее в субъектах и объектах, и он называет это природой. Таким образом, это не природа Декарта как раз экстенса. Это не природа Ньютона как совокупность объектов эмпирически воспринимаемых. А это некоторая совокупность всего-всего вместе. То есть отсюда он говорит, что Бог и природа одно и то же. За это его отлучили, кстати, он был иудеем, от синагоги. Это редкий случай, когда от синагоги кого-то отлучают, потому что при всей терпимости очень многих конфессий того времени, особенно нового времени, были высказывания некоторых философов, которые просто перегибали палку. Вот он был евреем, барух спиноза по европейский бенедикт, на самом деле его отлучили от синагоги за такую вот уже совсем никуда негодящуюся идею. Теперь вот такой, как бы сказать, вместе, если мы теперь выстроим вместе трех авторов, которые почти были современниками, это Декарт, Ньютон и Спиноза, мы получаем на самом деле все возможные парадигмы в рамках философии нового времени. Философия дуализма с акцентом на субъекта, философия объекта, эмпиризма у Ньютона с акцентом на предмет ресэксценса. Значит, мир идей и мир вещей у него не соприкасаются. Соприкасаются. Просто бог не есть мир. То есть бог не есть природа. Это раздельные вещи. То есть мир природы и мир вещей, но их мы можем вполне отделить друг от друга. Бля, я неправильно сказал. Мир идей и мир природы это отдельные вещи. Философию Спинозы, эммонетистские, отождествляющие объекты, субъекты в рамках единого эманентного процесса. Александр Дугин, философия нового времени, друзья, смотрим вот что. Мы уже много просмотрели, много покритиковали, но я уже пока не успокоился. На самом деле, вот из этих трех моделей, развивая то или иное направление, и складываются позднее основные тенденции нового времени. Теперь мы можем взять несколько авторов, которые тоже принадлежат к основателям нового времени. Например, философа Беркли, Джордж Беркли. Годы чуть позже, 685-й, 753-й, Беркли. Который следует за субъективным идеализмом Декарта, за рационализмом Декарта, и приходит к утверждению относительно того, что существует только субъект. А дуализм эзорфизма вышел. Маркус, дуализм – это любая философская система, в которой имеется два начала. Не знаю, ну, то есть, вот. У Декарта было два начала, и поэтому его философия называется дуализмом. Дуализмов может быть невероятно много. Например, если мы будем воспринимать философию зороастризма как философию, мы можем назвать ее дуалистичной. Я тут не вполне уверен, что Беркли был как-то тесно связан с Декартом. Он же среди эмпириков, в общем-то, развивался. Восприятие. То есть, восприятие кем? Восприятие субъектом. Соответственно, он закладывает идеи некого… Душа у него как-то. Специфического, того, что называется потом саллипсизм, философия саллипсизма, когда соло-ипсом есть только я один. Нет, 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 нет. Может быть, закладывает, но не саллипсист. Важно уповянуть, что они саллипсисты. Я один. Саллипсизм – это философия, утверждающая, что есть только субъект. Монизм – одно начало дуализм, два – начало плюрализм, да, дальше. По-разному. И ничего другого нет. Ну, типа, орфизм начал вводить дуализм раньше, ну, может быть. Ну, какая разница? Тут вообще, в принципе, не важно, кто кому предшествовал и откуда вышло. То есть дуализм может быть достигнут независимо друг от друга. А внешний мир, объект, не существует, кроме как в нашем восприятии. Есть только то, что воспринимается. Это главная формула Беркли. Таким образом, мы видим развитие крайнего субъективного идеализма как одну из возможностей философии нового времени. По сути дела, несмотря на то, что здесь вообще не признается объект, как самостоятельное явление, это укладывается в философию нового времени. Поскольку ничего общего ни с Богом-творцом мира, с холастикой средневековой, ни с объективно существующими идеями, которые предшествуют индивидууму, у Беркли нет. Смотрите, совсем другая идея. Это мы полностью в новом времени. Казалось бы, идеализм, казалось бы, нет внешнего мира. Но на самом деле мы в современности, мы в модерне. И субъективный идеализм Беркли, это крайняя форма, дальше потом будет он продолжен. Бог, души, что нет? Классическая философия у Фихтера, у Шопенгауэра, мир как воля и представление. То есть эта традиция продолжается, но на самом деле она не выходит за пределы нового времени. Это новое время только в ее идеалистическом... Шопенгауэр испытал огромное влияние в восточной философии. Он читал Упанишады, если я не ошибаюсь, тексты Веданте, Веданте-сутру. И также был знаком с работами, текстами буддистов. Это чистое новое время, конечно же, бесспорно. Вообще абсолютно новое время. Оформление. Скептицистское направление философии Дэвид Юм. 1711-1776. Дэвид Юм считается эмпириком чаще всего, но скептиком его считать довольно странно. Но он, наверное, самый скептичный среди эмпириков, вот пусть будет так. Или самый скептичный среди агностиков. Александр, с какими формальными дисциплинами ты знаком? В смысле формальными, Богдан? В каком смысле вы употребляете это слово? Дэвид Юм. Английский философ, который... На вопрос, существует ли внешний мир, отвечает не знаю. Потому что всё достоверное, что мы можем сказать о внешнем мире, это на самом деле ничто иное, как рефлексия. Но это не главный тезис его философии в целом. Он просто приходит к нему в итоге. Ну, окей. Философия за нашими чувствами. Это другая версия. Ощущениями, правильнее сказать. Не чувствами, а ощущениями. Ну, чтобы вы лучше поняли. Философия. Практического употребления логики я нигде не видел, даже в науках, в принципе. Когда пишешь научную статью, например, логика практически не нужна. Ну, такая только интуитивная в смысле, если. Логику проходил. Давно, очень давно. Не скажу, что я являюсь специалистом в математике, логике или статистике, Богдан. Поэтому, ну, вот так вот. О, планирую твои материалы посчитать по философской комбинаторике. Но она в некотором роде комбинирует такие вещи. О, хочется статистикой связать. Интересно. Интересно. Потому что мы можем статистически смотреть, какие комбинации элементов там или иначе, так или иначе преобладают. Так, нежели Беркли. Беркли уверен в том, что существует только наше восприятие. Юм не уверен, есть или нет этот внешний мир. Но он на самом деле сомневается в этом вопросе, изучая лишь сферу, если угодно, когнитивной психологии. То есть, как мыслит субъект. Кортезий уверен, что есть внешний мир. Как он воспринимает внешний мир. Как он с ним взаимодействует. А есть ли он или нет, он, в принципе, не может вынести какого-то суждения строгого. Пьер Гассенди. 1592-1655. Гассенди. Французский философ, который... Да, вполне возможно, Богдан. Согласен. После прочтения Ницше я стану сверхчеловеком? Вряд ли. А Платона? Наверняка. Демокриту в полном смысле. И закладывает идею атомов, атомизм современ... Ну, Богдан, можете потом мне разъяснить как-нибудь. Может быть, я соглашусь. Мы видели, что уже у Галилея были эти элементы. Косвенно, методологические. Нечто подобное мы встречаем и в номинализме, который имеет дело с неопределённым большим количеством автономных природных вещей, объектов. Но вот идея, что все вещи состоят из атомов, то, что утверждал древнегреческий философ Демокрит, чьи произведения жёг Платон, в новое время утверждает Гассенди. Это он является основателем Гассенди. То есть, ребят, смотрите. Дугин утвердил, что одним из главных тейков философии нового времени является атомизм. Сейчас он говорит, что основателем теории о том, что всё состоит из атомов уже в европейской традиции и традиции модерна является Гассенди. Судя по всему, все мыслители до этого не считали, что мир состоит из атомов. Интересно. Основная черта, характерная вроде бы для большинства философов нового времени, внезапно оказывается как бы не основной чертой. Как так происходит? По логике самой же лекция. Очень интересно. Соответственно, опять идея, что нет никакой... Где был батл с Дугиным? Демокрит перевернулся в гробу. Может быть. Так, кто, по-твоему, сверхчеловек? Ежесармат. В предзаданности нет никакой цели у предметов. Существует игра причин атомов. Атомы составляют вещество. И, естественно, продолжатель традиции Демокрита Эпикур, который также относился к социальной реальности с атомистским элементом, является одним из излюбленных авторов Гассенди. Гассенди утверждает атомизм в качестве базового отношения взгляда на современную науку, на устройство вещества. Сегодня мы уверены, что вещи состоят из частиц, из атомов, из микрочастиц, которые еще мельче. Так, на самом деле, все это развитие принципа философии Демокрита, введенного в науку нового времени, в картину нового времени Гассенди. Еще один очень интересный философ, Джон Локк, 1632-1704. Так он карланый, еще и слабый. А кто сказал, что он должен быть сильным ритором? Локк известен в философии по несколькому. Он, во-первых, основатель либерализма философского, и идеолог либерализма. Локк спорит, базовый спор Лока, он спорит с Гоксом относительно природы человека. С точки зрения Гокса человек плох, эгоистичен и требует управления, сдерживания. С точки зрения Лока человек нейтрален. То есть человека можно сделать хорошим или плохим. Отсюда идея табула раса. С точки зрения Лока чистая доска, табула раса, это концепт Лока. Что человек есть то, что на нем пишет общество или культура. По-моему, Локк человек добрый, хотя я не помню. То есть субъект, как человек, по Локку является инстанцией, подлежащей улучшению. Он не хороший, не плох сам по себе, пока в хорошую среду он становится хорошим, а пока в плохую среду он становится плохим. Да-да-да, воспитаемый. Поэтому, улучшая общество и повышая уровень образования с точки зрения Лока, мы можем избежать конфликтов, создать общество. Человек человеку волк. А уж... ...мирная, бесконфликтная, гармоничная и так далее. Для этого требуется изменить субъект. Локк не выносит свое окончательное суждение, есть субъект или нет. Он утверждает, что субъект подлежит образованию. Не, у меня нет материалов по философии и статистике, Богдан, к сожалению. Я этим вопросом не интересовался и не занимался даже, жалко. Один из теоретиков философии образования. И один, кстати, тоже первых социологов, который утверждает, что общество, по сути дела, пишет в человеке его содержание. Это очень социологическая идея, что совокупность того, как тех знаний и тех концептов, которые циркуляют в обществе, они определяют содержание индивидуума. Это, если говорить о его социальной и культурной модели. А что касается еще очень важный момент. Локк вводит заново принцип идей. Если Фрэнсис Бекон, начав философию нового времени, дает бой идей, ему называет их эйдолоном или идолами, утверждая, что никаких эйдолонов нет, а есть только вещи, которые следует починить, то Локк опять говорит об этом. Ну мы уже разобрали, что у Бекона была более сложная позиция, поэтому повторяться мы не будем. Казалось бы, неужели мы вернулись к Платону? Однако нет. В смысле, чат поплыл, Маркус? Куда? Точно так, как мы встретились с богами, который один был часовщик, другой рациональное объяснение каузальной природы возникновения субъекта, здесь тоже другие идеи. Это совсем другие идеи. Идеи это мысли индивидуума. Или те мысли, которыми индивидуум получает от общества. Иными словами, мы опять оказываемся совершенно в новом пространстве. Мы используем то же слово идеи, что и Платон. Но здесь уже идеи имеют инструментальный смысл предикатов субъекта. Субъект, который мыслит, он мыслит чем? Идеями, говорит Локк. То есть субъективные индивидуальные мысли Локк приравнивает к идеям. Ничего общего с Платоном, где идеи существовали до индивидуумов, до мира и имели объективность. Ну, ребят, мы уже 6 часов 30 минут практически здесь тусуем. Кстати, я, наверное, пойду после этого видео. Простите там за то, что были заказаны видосы. И мы их завтра посмотрим. Завтра начало в 15.00, наверное. Потому что закончим пораньше. Хорошо, друзья? Надеюсь, мы так вот сможем завтра провести хорошо время. Правда, вот пораньше придется начать и закончить. Объективное бытие мы не имеем. Это совсем разные миры. Мир идей Платона и мир идей Лока. Здесь в центре человек и его мысли. Здесь в центре идеи, которые предшествуют и человеку, и миру. Соответственно, ну, можно еще, то есть, можно еще добавить еще одного автора, который, как правило, философа нового времени. Мы практически закончим такую галерею портретов мыслителей, которые это новое время создали, в котором мы до сих пор живем. Это Готфред Лейбнец, 1646-1716, который построил очень... Дом. ...такую веселую философию, которая называется воплощением барокко. Как есть художественный стиль барокко, который состоит из таких... У-у-у, веселая философия, ура! Да. Не, Лейбнец жесткий. Если не читать его монодологию отдельно и Теодицею, а читать его конкретные произведения, ну, там жестко. Закругление из агифы... Там модусы, там вообще все, там логика, там очень много разных аспектов сложных, и математика вместе с этим еще, ну... Из изгибов, похожие на каплю. Все предметы, все фигуры барокко текут, они непостоянные, они развиваются, они переплетаются, в отличие от такой жесткой пламенной готики со Средневековья. И вот такая же философия Лейбнец, она, можно сказать, является экстравагантной. Она принадлежит новому времени, потому что множество пунктов базовых, с помощью которых строят свою философскую доктрину Лейбнец, не вписываются ни в средневековую модель, ни в античную модель, они все современные. Но и с точки зрения философии нового времени, это не мейнстрим. Это нет те вот базовые рельсы научного и философского мышления, которые, например, продолжаются до сих пор. Здравствуйте, Джей Юпитер, вы прям пришли почти под конец. Читал ли Блаватскую? Ну, я слышал о ней, не читал непосредственно. Не очень люблю всякую мистическую литературу, поэтому, друзья, ну вот так. Бывает, что я не все читаю. Так, друзья, ща, меня немножко чат заглючил опять. Ща мы попробуем вернуться в чатик. Ща, 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 управление модераторами. Куда, зачем? Зачем я управляю модераторами? Я могу уничтожить любого модератора силой мысли. Окей, досматриваем видео. По линии Ньютона или Декарта. Декарт, Ньютон, Бекон, Гассенди, они просто существуют, там, Гопс и Лок в социальной науке, они существуют сегодня практически так же, не тронута, как были в начале жизни, в 17-м, в конце 16-го, в 17-м, 18-м веках. Вообще, на самом деле, в некоторых своих аспектах базовая философия нового времени сохранила свою хватку до нашего времени. Мы продукты нового времени, и вот эти авторы, они продолжаются сегодня в полной мере. А, конечно, Лебниц, хотя он основатель дифференциальных вычислений, и он создатель современной математики, вот идея интеграла, идея дифференциала, идея предела, лимиты, это лебницовские концепты, поэтому, на самом деле, он предопределил математический аппарат современный, до Лебницы эти вещи были совершенно не столь очевидны, но его философия, она представляет... С интегралами вроде еще Ньютон тоже постарался, там спор был такой. ...собой совершенно уникальную, экстравагантную смесь между какими-то мотивами традиционного мышления и современности. Но основная идея Лебницы, это идея, что все существует из монад, все монадично. Казалось бы, монада, единство, чем-то напоминает неоплатонизм или идеи, например, все существует из монад. Но по Лебницу монада представляет собой нечто совершенно особое и уникальное. Монада представляет собой некую такую, как он пишет, комнату без окон, чердак. Комната без окон, которая имеет коммуникацию только и как бы два этажа, как классическая архитектура барокко. Верхний этаж представляет собой комнату без окон, а нижний этаж представляет собой открытую нормальную комнату с дверями, окнами и пространством. Вниз это тело, а сверху существует монада. Монада, которая странным, очень сложным образом взаимодействует с телом. Что такое монада по лебницу? По лебницу монада это одновременно все. То есть это не душа, не идея, не дух, не субъект, а это некая почти математическая таблица, где одновременно существуют все формы сочетаний, все знания. То есть монада заведомо несет в себе абсолютно все. То есть потенциально это некая таблица, в которой заложены все возможные мысли, все возможные переживания, все возможные знания. То есть это некая тотальность, но тотальность с точки зрения субъектного понимания, всемудрость. Однако эта монада имеет в каждом конкретном случае, в каждом конкретном человеке только несколько активированных элементов. То есть в человеке есть активация нескольких элементов каждой из этих монад. Первая монада является богом, и у бога вся эта часть, все его содержание актуально открыта. То есть он поэтому всемудрый, всезнающий, всевечный. Это такой кибербог, математический бог Левница, бог монада, который все содержания монад активированы. А в других монадах, которые находятся ниже бога, активированы лишь какие-то части, отдельные элементы. Все вместе они составляют мир. То есть, по сути дела, в совокупности этих монад, монад располагается таким образом, что все вместе, со своими зажженными такими высвеченными фрагментами, потенциально, хотя они содержат в себе все содержание всего бога, они на самом деле высвечивают лишь какие-то фрагменты. И строятся друг по другу, есть монады ангелы, монады люди, монады бесы, монады животные, которые составляют такие вот полуреализованные части вот этого глобального плана, который реализован в боге в виде предустановленной гармонии. И вот так устроен монадический... Блин, ах, черт. Ребят, ладно, после этого видео я точно иду спать, меня уже рубит как бы. Мир Левница. Левниц не пантеист. Монадист. У каждой монады есть свое тело, свой нижний этаж. И все монады взаимодействуют только с собственным телом. Монады не знают, что они другие. Нижний этаж и черный выход, наверное. А знают только о существовании собственного тела, которое конфигурируется через те высвеченные элементы монад. Другие монады тоже со своим телом, через эти тела они общаются, ходят друг друга в гости, но воспринимают не другую монаду, они все забиты напрочь друг от друга, они не знают, что они другие, а другую монаду посредством тела, в свою очередь, которое общается с ними посредством другого тела. Так возникает очень экстравагантная картина когнитивно-гносеологической архитектуры, где эти монады, по сути дела, живут в полном одиночестве, общаясь друг с другом через вот эти активированные элементы, которые транслируют тело. Это бы, конечно, этот мир, поэтому представлять собой, с одной стороны, индивидуалистический мир, атомарный мир, каждая монада одна, единственная, сингулярная. Одновременно есть и предустановленная гармония, и вот такой экстравагантный кибербог, и содержание всего в одной и той же монаде, которую можно открыть, соответственно, через путем познания расчетов, и просветлить содержание собственного чердака, таким образом, путем огромной математической работы. Соответственно, такой вот, как бы, перекошенный, очень игровой мир барокко, о котором Жильделёсов, постмодернистский философ, назвал великолепную книгу, называется «Складка Лебницы Барокко», как раз посвященную изложению такому современному, то есть без эмоций и без большого восторга, просто очень критичного и веселого описания того, как устроена была вселенная Лебницы. Очень достоверная книжка в этом смысле. Итак, мы провели обзор философии нового времени в основных базовых авторах этого периода, очертили, на что это похоже, на что это не похоже. Дальше, возникает следующий момент. Обратите внимание, что как философия Платона в философии классики античности проецировала представление о мире и устройстве мира, космоса, на политику, отсюда была иерархическая идея, которая в средневековье сохраняет свою иерархическую кастовую структуру, так представления об устройстве мироздания были спроецированы в новое время. Это значительно лучше Попова, ну то есть мы много чего обсудили за время этой лекции, я считаю. Как профессор, собственно, я так считаю. По-моему, было неплохо. Ну под конец я уже, да, я уже сплю, я уже киваю носом, я пропускаю тейки даже. Демокритии. 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 Ммм, так вот откуда демократия-то взялась, кто бы мог подумать-то, друзья. Окей. Философов, которые создали базовую топику нового времени, мы видим на самом деле основы социальной философии, политической. Ну не совсем. Систем демократии, толерантности, прав человека. А-а-а, это все ради пропаганды было, окей, хорошо. Представление об индивидуальной свободе, представление о либерализме как праве индивидуума двигаться в каком угодно направлении без какой бы то ни было сверху. А где переход от атомизма к демократии? Плюс ко всему, где переход от философии нового времени к тому, что там доминировала концепция атомизма вообще? В принципе. Переход к философии атомизма вообще, ну, он существовал, но как бы он не был показан нам. Сверху проявленной жесткой цели. Иными словами, в новое время на философском естественно научном уровне были воссозданы предпосылки того общества, его культуры, его науки, его политических институтов, его ценностных систем, в котором мы живем. Поэтому вот то, что называется legacy, то есть наследие философов, ранних философов модерна, является чрезвычайно важным, действенным, актуальным, вплоть до нынешнего момента. И поэтому вот эти авторы, о которых мы говорили, которые сегодня, конечно, выглядят чрезвычайно аркаическими устарелыми, если считать их непосредственно... Устаревшими. То в развитии их идей и базовых траекторий они сохраняют все свое значение, все свое величие, всю свою фундаментальность. Они создали мир, в котором мы все еще живем. Все. Ну че, браво, да. Столько ошибок за лекцию сделать, это, конечно, да, надо постараться. Да. Спасибо, Шатов. Теперь мы знаем больше Дугина философика нового времени. Ну, может, он подкачался с тех времен. Это, судя по всему, очень старая лекция. Это май 2012 года. Это только выложено здесь. Возможно, это еще более старая.